Всем привет! Какая у вас солнечная погода! Да, у нас плюс 24, и мы, можно сказать, прям почти на пороге лета. Правда, это только на несколько дней, и потом опять всё будет как-то печально. Вот. У нас просто сегодня плюс 11 и дождь. Всю неделю будет дождь. Поэтому я прям завидую. Как меня слышно? Я через наушники, чтобы не мешать любимой жене? Мне слышно отлично. Мне писали, что и меня слышно отлично. Супер, супер. О, Ясер, привет! Есть те, кто знают и тебя, и те, кто знают меня. Привет, привет! Скажи мне, ты мне говорил, что ты любитель поболтать. Какое будет стоп-слово, чтобы тебя можно было остановить? Ага. Много раз сказать слово «стоп». Я думаю, что с какого-то раза я, наверное, догадаюсь, что надо остановиться. Ага. Смотри, ты не хотел мешать жене, а она как раз в эфир пришла. Так что всё нормально. О-о-о! Я смотрю, да. Ну, вот так вот работают украинские программисты. Ну, то есть, ну, нормально, ты в тепле на балконе, как бы, чё? Шустрик. Наташа, привет! Вот. Кстати, первый вопрос самый был. Почему шустрик? Потому что на Украине, походу, народ не особо в курсе. Я думаю, что и в Беларуси, и многие не в курсе. То есть, это... Я даже не знаю, как это попало в танцевальную тусовку, если честно. Это история... Да, просто я когда пришла, тебя все так называли там уже в Сальсе. Так что... Это история где-то 15-летней давности, ещё до хип-хопа. Хип-хоп я начал танцевать уже в университете, а до того, как я даже поступил в лицей, я ездил в санаторий. Ну, и мы приехали в санаторий, нас там что-то взвесили, рост измерили, отправили покушать и сразу отправили на техий час. И так как я приехал, только утром полдня провёл как бы ни о чём, и лежать ещё полтора часа на техом часу мне не хотелось, то я... О, Рома, привет! Я за эти полтора часа там через балконы, перелазя, великий могучий русский язык, побывал... Скажи на украинском, что мы поймём. Ой, мой украинский ещё хуже. Побывал где-то в пяти других номерах, познакомился там со своим отрядом и не только. Ну, и мой сосед по комнате как-то на... Где-то там сказал, что я там такой шустрик, что буквально только приехал, уже всех знаю, весь этаж. Вот, и это прицепилось, там со мной была сестра, которой потом мы вернулись, собственно, домой, в Гомель. И она единственная была, кто это помнил, и она как-то периодически меня так и называла. А как попало это в танцевальную тусовку? Ты знаешь? Хотя, наверное, это попало через старый добрый форум... Как же он назывался? Как в Минске этот танцевальный форум назывался? Дэйспорт, что-то там, да. Да-да-да-да-да. Вот я думаю, что у меня там вот этот был ник, я когда-то там создавал аккаунты, и поэтому он, наверное, меня так все и знали. Сейчас, мне кажется, что уже людей, кто когда-то про это слышал, уже в живых не осталось. Я их потиху подстреляю. О, ну, камон, камон, камон. И все старая армия. Ну, просто в Минске нормально прокатывают шустрик, все такие, да-да, понятно, что это. А мы как-то были, по-моему, даже у Ромочка на кизапе, говорю, а, ну, вот сейчас шустрик подойдет. Такие, кто? Я так, ну, жули, ты такие, а, жули, да, окей, хорошо, я так, понятно. А Кристина рассказывает другую версию. Хм, а что за другая версия? Ну, вот начинается. Это хорошо, что она зашла. Ну, вот. Да, с Кристиной тоже хватало всего интересного. То, сколько мы с ней ругались, и то, как мы столько времени преподавали вместе, это, наверное, только за счет того, что у нас с ней было отношений. И мы друг к другу относились как брат с сестрой, которые потом поругаются, остынут, и там через 10 минут уже нормально взаимодействуют. Но у нас такие были прям баталии. Даже сейчас вспоминаю, на первой поездке в Киев было, когда, собственно, начали преподавать с того, что Кристина уже преподавала, и тем более преподавала кизомбу, а я только начал. И, соответственно, у нее опыт гораздо больше, но она сказала, как бы, ты мужик, ты должен объяснять, окей, без проблем. Но проблема была только в том, что мы не сходились по тому, как объяснять. И мы там перед даже поездкой много про это спорили, ну и уже вроде договорились до чего-то, едем в поезде, и Кристина там, кажется, не помню, что она спрашивает, наверное, спрашивает какое-то там, типа, как я буду что-то объяснять. Видимо, какой-то спорный момент, по которому мы много спорили. И я начинаю рассказывать, видимо, не то, что она хотела. И у нас там начинается баталья уже прямо в поезде, пока не подошел Паша Мусько, услышав, наверное, то, как мы там подняли полпоезда. И вот это спасло ситуацию. Мы рассказали ему, типа, что мы объясняем. Я рассказал, как я хочу объяснять, и Кристина рассказала, как она хочет объяснять. Ну и Паша так подумал минутку, сказал, ну, я бы, наверное, объяснял, как Андрей. Вот тогда надо было Кристину видеть. Она, конечно, честно сказала, окей, и прекратила спор. Но все, кто ее знает, знают, когда у нее глаза блестят так, что там вот искры просто без глаз. Вот, я уже даже соскучился по Кристине. Хорошее было время. Второй ты уже появился, еще буквально годы ты вернешься. Да, она мамочка, мамочка. Ну, я очень рад за нее. Она всегда хотела детей. А как вы, вот, действительно, с Кристинкой, вы же сколько лет вы преподавали? С Кристиной у нас тоже отдельная там история, которая была, так, скажем, да не только с Кристиной вообще, в принципе. Если бы мне кто-то когда-то сказал, что я буду столько времени преподавать, да и вообще, что я буду преподавать, я бы, наверное, и развивался, и делал совершенно другие вещи. С Кристиной мы начали совершенно случайно преподавать. Эта тоже история произошла в Минске, когда у меня были там отношения с девушкой, которая хорошо танцовала и хотела вести занятия. А я наоборот. Мне когда звали вести занятия в какие-то клубы, студии, я отнекивался, говорил, да не-не-не-не, это не мое. Вот. Я танцую просто для себя. Хочу танцую, хочу не танцую, не хочу, чтобы это была работа. Вот. И в один прекрасный момент... Это смешно это сейчас звучит. Эта девушка поменяла работу, и у нее была там относительно большая заработная плата. И я подумал о том, что вообще, как бы, уже который год пытаюсь в ЕПАМе, я тогда работал в ЕПАМе, создать танцевальный корпоративный клуб. И заодно вот, как бы, девушка хочет вести занятия. Почему бы это не совместить? Как раз это совпало с тем, что ко мне, со мной связалась одна девушка из HR-ов, благодаря которой, собственно, мы ей создали такой вот танцевальный корпоративный клуб. Ей рассказали про меня, она тоже танцевала. И она со мной связалась, говорит, что... Мне рассказали, что ты тут пытался пропихнуть такую инициативу, что ничего не получалось. Она говорит, ты просто не умеешь общаться с, так скажем, с нашими директорами, а я знаю, как общаться. Так что давай мы сделаем... Расскажи, что ты хочешь. Вот. И с ее помощью, она большая молодец, благодаря ей мы открыли танцевальный корпоративный клуб ЕПАМе у нас. Могу сказать, было пять направлений. Хип-хоп, танцы живота, джаз. Собственно, вот нужно было кого-то искать на танцевальные, социальные направления на сальсо-бачатоке-зомбу. И так как мы на этот клуб потратили достаточно много времени, ну, где-то у нас, наверное, с момента, как мы начали его создавать до открытия прошлого полгода, потому что вначале провели опрос, выяснили, что есть интерес. Эта девушка договорилась с директорами, получила опров. И мы уже даже нашли зал и должны были запускаться, когда, приезжая, подписывают договор, как-то они вдруг узнали, что мы ЕПАМ, наверное, из договора, собственно, и говорят нам цену в два раза больше. Ну, мы этих ребят, соответственно, послали, вот, что сказали спасибо, до свидания. Вот, они там что-то попытались поторговаться, но мы их, в общем, послали и начали заново искать зал. У нас на новые поиски ушли, ушло, наверное, там месяца полтора-два. Вот, и поэтому у нас все это так растянулось. И так как уже в это все было потрачено достаточно много времени, и сил. Я что-то подумал, ну, вообще, как бы, с одной стороны, и девушка хочет вести занятия, с другой, и я уже вложил, как бы, в это, там, кучу энергии. А почему бы не вести тоже занятия, и вообще, как бы, не хочется это давать, эту инициативу кому-то в руки, чтобы она была не под присмотром, с одной стороны, буду присматривать за ней. Вот, и я так вот случайно совершенно начал вести занятия. Только к тому моменту, как вот мы нашли второй зал, я случайно расстался с этой девушкой. Вот так вот бывает в жизни. И нужно было уже вести занятия, там, через неделю, а партнерши нету. Хотя уже там все заявлено, уже направления заявлены. Ну, и, собственно, когда на вечеринке я пообщался с Кристиной, из-за того, как у нее, там, дела с ее молодым человеком. Была история, когда она преподавала в одной танцевальной студии, встречалась с руководителем другой танцевальной студии, если помнишь, да. Вот, она говорит, конечно, что... Я понимал, что они ее не отпустят, скорее всего. Ну, и я просто распашивал, как у них дела. И оказалось, что она, собственно, тоже разошлась с молодым человеком. Я понимал, о, значит, у нее, возможно, будет время. Я сразу же к ним напросил с этой белкой домой, в гости. Вот на этой вечеринке это было, собственно, алькатрас по четвергам. И вот в субботу пришел к ним в гости, рассказал все, говорю, слушай, Кристина, вот такая вот ситуация, вот хочу вести занятия, партнерша нету. Если интересно, давай и работать вместе. А вообще, за год до этого мы когда-то благодаря белочке познакомились и тренировались вместе, потому что был фестиваль в Вильнюсе. Может, ты помнишь, когда... Ну, я тогда вообще со всей тусовкой Минской познакомился. Было время, когда я в Минске не танцевал, больше в Европу ездил, и никого не знал. И на вот фестивале в Вильнюсе познакомился и с тобой, наверное, с Кристиной, с Запольским. Честно, не помню, а может даже до этого. Но сам факт, что на этом фестивале вот узнал, что есть какая-то девочка Кристина, ну, есть и есть. Неинтересно со своими танцевать, интересно же с заграничными там партнершами танцевать. И когда мы приехали назад, я подумал, о, блин, давно не было у себя в Минске на вечеринках, надо пойти сходить. Собственно, пошел на вечеринку и Белка Ира Бельская задает вопрос мне. И, друзья, да, ты на фестивале там с Кристиной ей танцевал? Я такие, друзья, ну, а кто? Кто такая Кристина? Она в шоке, говорит, так, слушай, вот эта вот девочка рыжая, ты должен с ней потанцевать. Ну, и через много лет уже Кристин рассказывала, что, когда мы уже вместе работали, что, оказывается, она к ней тоже подошла, показала меня, сказала, так, вот видишь этого мальчика, ты должна с ним потанцевать. Короче, Белка нас вела, мы потанцевали, и я был в шоке, что, о, прикольно, какая крутая партнерша в Минске появилась. И я, наверное, даже на этой вечеринке или буквально там на следующий день, еще раз, когда мы это пересеклись, предложил, говорю, слушай, я езжу вот в Европу на разные фесты, у меня куча видеоматериалов, а тренировать не с кем. То есть мне бы хотелось развиваться, как бы, насколько тебе это интересно, давай вместе, если тебе интересно развиваться. Говорит, ты знаешь, ну, время у меня есть, да, давай. И мы летом вместе встречались, занимались там бочатой, кинзомбой. Вот. Ну, а потом к осени, когда начались всякие молодые люди, там, девушки и прочее-прочее, как-то у нас оно органически закончилось. Ну, и вот через год, получается, когда мне понадобилась партнерша, и мне не надо было санцоваться с Кристиной, я знал, что, ну, то есть мы уже вместе взаимодействовали, и это было все легко и хорошо. Вот. Поэтому я предложил, она согласилась, вот так мы и начали вместе вести занятия. Вот. Триллер, триллер. Да-да-да-да-да-да. Был интересный момент, когда одна из наших первых поездок была, когда она ко мне подходит и говорит, слушай, нас зовут в Ростов давать класс, и ты как, не против? Говорит, да нет, давай поедем. Ну, они хотят, чтобы мы на поезде ехали. Нормально? Это Саратов, не Ростов. Ой, Ростов, не Ростов, да, Саратов, Саратов, да, ты права, Саратов. Я говорю, ну, я говорю, что я автобусы не люблю, ну, поезда нормально. Ну, я уже с ними согласилась, но на всякий пожарный глянь, сколько там ехать. Хорошо, хорошо, и я там, наверное, сразу не глянул. В общем, потом, когда я узнал, что туда ехать или полтора, или два дня, 32 часа, ну, да-да, как-то там было так жестко, что у нас поездка туда-назад заняла, кажется, столько же, сколько и там. Вот. Уже поздно было спрыгивать, но, наверное, все равно было правильно, что мы съездили, и все было хорошо. Так что было много. Второй год туда поехали вместе. Собственно, Кристина потом рассказала, что она специально мне не говорила, сколько туда ехать, зная, что это может мне не понравиться. Слушай, ну, мы были как-то сильно молоды и зелены, и готовы ехать по 32 часа в одну сторону, чтобы... А ты знаешь, я понимаю, что самая главная мотивация. В Белоруссии очень много людей, но уже, наверное, нет. Ну, раньше, я помню, было время, когда ныло, и зарядок, блин, как тяжело сделать шенгенскую визу, как тяжело куда-то выехать. И там очередь в польское посольство, если помнишь, там на 3 месяца вперед. Может, сейчас уже все поменялось, сейчас не знаю. Ну, собственно, помню времена, когда это было так. Соответственно, кучу знакомых было, а у всех, почему-то там 40, все правдами, неправдами как-то пооткрывали все визы, нашли варианты. Так что главное, чтобы была мотивация. И дальше я помню, как мы ездили там как-то на перекладных, там что-то приезжали, там что-то ждали, автобусы, не автобусы, куда-то ехали. Вообще, это тоже отдельная-отдельная история про наше путешествие, зато было весело. Когда мы ехали, собственно, я помню, когда мы в Варшаву все вместе ехали, танцевали, приезжали в Брест, наснимали поезда, мы были, если ты помнишь, эти времена, ждали, пока там, да, ждали, пока его приведут на другие рельсы, вот, и там нужно было два часа тусоваться, чтобы дядя, нужно было брать для этого разбивной билет, чтобы ехать дешевле, но зато было весело с танцами. Хорошие были времена. В Бресте на вокзале какой-то мужичок, мы, по-моему, на Кизомбу ехали, у нас там был человек 6-7, это же там афрохаус, вот это все пошло, он такой, блин, вы танцоры ночью, вот вам кофе, в общем, принес. Да, да, слушай, прям как, я даже не помню, сколько это лет назад, лет 10 уже назад. Сейчас страшно подумать, сколько уже танцую, танцую уже всего 20 лет. Кстати, была прикольная у меня история с моей поездкой первой на международный фестиваль за границу. Это было Варшава, Борсоу, Сальса фестиваль на то время, который сейчас стал уже Эльсолом. И я помню, что на это, на время, когда я про него узнал, я потанцевал, наверное, полтора месяца позанимался, или там два месяца, что-то такое. Короче говоря, у меня опыта толком не было, там Сальса знал, там две фигуры, условно говоря, может там чуть больше. Вот, но все ехали, и я подумал, ай, ладно, поеду в Варшаву, никогда не был вообще в Европе, интересно съездить. И вообще, как раз только устроился на работу, точнее, устраивался на работу, я прикинул, что как раз будет, наверное, моя первая зарплата, и надо будет отметить, вот поеду в Европу. И решил поехать на фестиваль, даже не сноя на то, что я не танцую. И был прикольный момент, что я прикинул всю сумму, которую денег у меня будет, что у меня будет хватать либо на то, чтобы я снял жилье, либо на то, чтобы купить мастер-классы. То есть, либо отель, либо мастер-классы. Вместе как бы не хватает. Вот. И я там расспрашивал всех знакомых, кого хорошо знал, есть ли у кого-то там родственники, друзья в Варшаве, можно ли там, у кого-то может остановиться. В общем, так где-то я неделю-неделю, может чуть меньше, искал, где остановиться в Варшаве. И помню ту ситуацию, о том, что если ты очень чего-то хочешь, как говорится, то Вселенная тебе, так скажем, с этим поможет. Открываю Мэнс Хэллс и читаю его, и на какой-то странице нахожу статью про кауссерфинг. Точнее, это было про хоспиталити-клаб, потом я уже сейчас какое-то время узнал про кауссерфинг, но возможно, просто многие, кто ездил через кауссерфинг, даже не знают, что куда-то было хоспиталити-клаб. Похоже, сервис. Вот. Соответственно, я бегом, бегу домой, регистрируюсь, или за полторы недели там до фестиваля. Вот. Я нахожу человека, который тоже идет на фестиваль, девочку, которая готова меня захоспитить, и счастливый покупаю себе, соответственно, фулл пасс. Вот. Так попадаю на свой первый международный европейский фестиваль. Там, конечно, я был в шоке от того, что я увидел. Это было время, когда там был концерт LA-33, и я человек, который там полтора месяца занимаюсь, там приезжает, куда-то в Европу, видит гигантские танцполы, видит кучу людей танцующих, видит живую музыку. Это, конечно, там все сносит прям крышу. Думаешь, все, приезжаю, занимаюсь, это же так круто, это вообще там, ну, самое лучшее, что есть в жизни. Ну, и как обычно, там приезжаешь, там дипломы, не дипломы, не помню, что у меня там была работа, там нет, дипломов в жизни была работа, была. И как-то это все потиху опять сходит на нет до следующего феста, где опять едешь, опять загораешься, опять думаешь, блин, а что я ничего дома не делаю, надо идти тренироваться. И вот так. Я думаю, это всем знакомо. Преподавателям что-то поменялось? Ты тренируешься дома? Ну, на самом деле, в этом плане, да. Если я раньше мог опаздывать там на занятия и где-то забивать, то, когда я преподаватель, я не люблю опаздывать на свои занятия, я не люблю приходить неподготовленным, я не люблю когда что-то не готово, и у меня нету понимания там структуры урока и там, что я буду давать. Даже если там все поменяется прямо на уроке или на мастер-классе, но в этом плане ответственности гораздо больше добавилось. Ну, у меня, наверное, был переломный момент, когда вообще отношение к танцам поменялось в хип-хопе очень сильно. Изначально я танцевал это для себя, и я в хип-хоп очень интересно попал. Ну, ладно, это отдельная история, но, в общем, когда я попал в хип-хоп, и пришел на свою первую тренировку, я прихожу, мне было тогда лет 19, наверное, 20, 19, второй курс, или 18, ну, не в суть. А там 13-летние, собственно, ребята, из которых, наверное, 80% это девчонки, если не 100%, я не помню, это было как раз перед закрытием сезона, это было в мае, 2003 год, и, соответственно, я прихожу, на фоне них, мне кажется, я смотрю с таким стариком, который там где-то становится, поговорил с тренером, хорошо, что тренер оказался молодой, он был на года три, меня старше, и парень, и это меня как-то успокоило, наверное, если была девушка, я бы там долго не выдержал, особенно если я, наверное, тоже был там как подросток. В общем, я остановлюсь, пытаюсь там где-то на галерке что-то повторять делать, причем это конец сезона, у всех получается, дети это делают прям там с мега-мега крутыми разными стайлинговыми штуками, а я там такой деревянный старик, где-то там сзади что-то пытаюсь делать, вот, но мне понравилось, и в итоге меня тренер предложил, говорит, ну, сейчас мы через пару недель закрываем сезон, походить, ну, приходи в сентября, и когда я начал ходить в сентября, это было так, just for fun, просто нравилось, нравилась музыка, нравилось ходить танцевать, но не особо было так, чтобы как-то скажем, не то, что старался, а из разряда, ну, если лениво думаешь, все, я сегодня неважно себя чувствую, сегодня не пойду, вот, и это было до первой, до первого конкурса, соответственно, потом пожалел про какие-то пропуски, про то, что я где-то работал не в полную силу, поучаствовать меня в нем уговорил мой тренер, который сказал, а что тебя терять, я там долго его уговорил, говорю, слушай, там одни дети, я тут такой взрослый мужик уже по сравнению с ним, чего мне там идти с ним тренироваться, в итоге он говорил мне пойти участвовать, ну, и вот начинается этот азарт, когда ты проходишь один тур, и думаешь, о, слушай, а это прикольно, я даже что-то умею, проходишь еще один тур, и думаешь, так, блин, я вообще неплох, короче, я дошел до полуфинала, и ясно, что когда я уже дошел до полуфинала, я уже осознанно хотел попасть в финал, думаю, так, блин, а что это, я уже хочу в финал, но дилетантам, ясно, в финале не место, поэтому я там из полуфинала вылетел, но я запомнил вот это вот чувство, уже когда было прям обидно, уже хочется финал, и после этого я начинаю осознанно уже ходить, стараюсь без пропусков, даже где-то оставаться и ходить в дополнительные группы, у меня как раз мой тренер вел еще брейк-данс, электрик-буги, вот я ходил и все это дополнительно еще учил, но и, собственно, у нас появились новые направления, появилось диско и техно, и через три месяца на своем следующем конкурсе я занял, могу ошибаться, вот было одно третье, одно второе, одно первое место, кажется, было третье в диско, второе в хип-хопе, первое в техно, не, или третье в техно, ну, короче, не суть, но вот получил три медальки, да, я помню, когда я звоню домой, там, это ночь, рассказываю после конкурса, что у меня три медали, ну, и я понимаю, вот там, по голосу своей мамы, что для нее это звучит, ну, взрослый мужик, там, радуется тому, что потанцевал, ну, и как бы, и что же такого, ну, вот, в общем, родственники так сильно не оценили, как это я оценил, но после этого меня пригласили танцевать в основной состав, и я начал уже реально осознанно заниматься, тренироваться, у нас начались тренировки по 5-7 дней в неделю, по 2-3 часа, и вот это было, наверное, этот период, наверное, самый такой продуктивный в моей жизни, который больше всего меня развел, особенно, если говорить, что я начал танцевать во взрослом возрасте с нуля, я помню ситуации, когда, собственно, вот конкурсы, надо было к ним готовиться, зал, где мы тренировались, у нас не было зеркал, и мы себя не видели, и я помню, дожидался в общаге, где мы там 12, там, часа ночи, когда большинство спят уже людей, выходил на кухню, открывал шторы, и, собственно, включал свет, за счет того, что, если внутри горит свет, и на улице темно, ты видишь свое отражение в окнах, и, собственно, вот так перед окнами танцевал, пока никто не видит, старался максимально тихо, чтобы вдруг никто не узнал, никто там не увидел, еще тогда стеснялся этого, причем никаких не было ноутбуков, это было время, когда уже был компьютер, но ясно, там ни телефонов, ни ноутбуков, ничего не было, так музыку не поставишь, и я перед тем, как выйти на кухню, специально ставил какую-нибудь такую качевую музыку, чтобы раскачать настроение, потом приходил на кухню, и вот какие-то отголоски еще музыки в голове играет, и ты пытаешься под них танцевать, что-то делать, так что могу сказать, что те, кто замотивирован, кто ищет путь, те найдут, важно что-то делать. А ты все танцы, Кизомби, используешь сейчас? Что-что там? Это все танцы, которые ты перечислил, ты их используешь в Кизомби? Ну, как-то вплетаешь элементы? Благодаря тому, что сейчас в Кизомби началась очень большая мода на Хобда, и вообще у меня была какая-то история, когда я думал, что я величайший там Кизомбо-изобретатель, когда это было еще до тех времен, пока я начал танцевать с Кристиной просто, я танцевал уже Кизомбу, и тут я там на Саиде вставил лунную походку, и у меня аж она сидела, я думаю, какой я крутой, прям даже не препод, а тут придумывают движение, и я там ее начал вставлять, думаю, вообще какой я просто монстр, а потом через месяц вижу видео, где эту лунную походку делает Маринация, ну, и я понимаю, что вообще как бы не я один такой умный, и многие, кто знает какие-то такие вещи, могут точно так же их придумывать, и поэтому я после этого понял, что нету такого, что кто-то что-то придумал, одни, точнее разные люди могут придумать одни и те же вещи, находясь на разных частях Земли, просто потому, что у них похож бэкграунд, и как-то одинаково сошли звезды, вот, но это меня тогда очень сильно разочаровало, мне казалось, блин, я монстр, но оказалось, что нет, так что были времена. Слушай, а расскажи еще, там мне писали, спрашивали про съемки клипа, как это вообще? Ну, с клипом было попроще, с клипом, в клипе позвала сниматься Рита, мы познакомились с Ритой в Киеве, могу сказать, что съемки, в принципе, и съемки в клипе, вот почему я говорю, что было попроще, было попроще, потому что, как минимум, я уже кого-то знал. У меня в студенчестве было время золотое, когда я снимался в качестве массовки, на вторых ролях, в разных фильмах, очень много приезжало, помню, россиян в Беларусь снимать фильмы, рекламы, ну, и, собственно, это как-никак были какие-то там денежки платили за массовку, поэтому вот там, когда я снимался, это уходило гораздо больше времени, и было не так увлекательно и интересно. Ну, соответственно, конечно, массовка и главная роль это две большие разницы, но, тем не менее, людям, кому это интересно, или у кого есть дети, кому это интересно, могу посоветовать, это был достаточно хороший период в жизни. А по поводу клипов, вообще, наше знакомство с Ритой и работа очень интересно началась. мы познакомились с ней в Киеве во время какой-то одной из моих поездок. Причем, когда мы познакомились, нас познакомили, Саша Яковенко нас, кстати, познакомил, она захотела взять индивидуальные занятия, и причем много, и это казалось, что до моего отъезда остается буквально там дней пять, из которых я там на два дня куда-то уезжаю давать классы в другой город Украины, и у нас там буквально три дня или сколько, ну, вообще всего дней, которыми мы можем позаниматься. Мы эти там количество дней, уже не помню, сколько их было, занимаемся, ну, и перед отъездом там чуть-чуть разнакомились, Рита рассказала, что она еще и поет. Я думаю, ого, вообще круто, там человек с двумя детьми, который тут и танцует, и поет, очень круто, и я ей говорю, что уже говорил людям, от которых узнавал, что они поют, что, как бы, запишите кизомбу, ведь если вы поете, это, мне кажется, очень прикольно, есть кизомба на испанском, есть кизомба на португальском, на французском, там, запишите на украинском в данном случае, или там кому-то советовал на русском, но я уже нескольким людям так советовал, и обычно это ничем не заканчивалось, вот, поэтому я как бы просто рассказал, рассказал, моё было большое удивление, когда через месяца полтора, наверное, мы были на фестивале, с Кристиной на хотвинтере вот в Сибири, Рита вдруг написала, говорит, слушай, мы написали черновик песней, хочу узнать твоё мнение, и скидываю черновик, и я прям в шоке, я вот рассказываю про неё о Кристине, Кристина тоже в шоке, что какая-то девочка взяла, там, записала кизомбу, даже вот взялась за это, ну, и дальше вот, соответственно, когда уже это всё привело к созданию песни, Рита сказал, что, спасибо тебе за помощь, мне бы очень хотелось, чтобы заодно ты тоже поучаствовал в клипе, ну, и, соответственно, дальше началось наше творческое сотрудничество. Вот. Как-то так долго распрягаешь, у вас там что-то, ну, интересное, забавное, неожиданное же было явно на съёмках? Может, ни одна съёмка не проходит гладко никогда? Я могу сказать, что самое интересное, что вот съёмки зачастую, когда договариваются про съёмку на какой-то-то день, обычно очень тяжело что-то сдвинуть, потому что там берётся в аренду оборудование, берётся, там, куча людей и подстраивают свои планы, и так получилось, что когда мы первый клип с Ритой записывали, температура до этого была там плюс 20, она упала до там плюс 8, что такое, а мы записывали рано утром, там было около нуля, а нам нужно было записывать там в джинсах, условно говоря, и рубашечках, и я помню, вот там есть даже бэкстейдж, так скажем, фотки, когда мы буквально танцуем там несколько восьмёрок, только мы заканчиваем сразу Риту, меня там накрывают пледом, кроме этого, я ещё там упадаю, отжиматься, потому что просто всё замерзает, там невозможно, Рита, которая там не сильно хотела пить, сказал, всё, не, нифига, не могу, везите мне что-нибудь крепкое, привезли крепкий алкоголь, мы вот им как-то там согревались, вот я ещё плюс пытался отжиматься вместе с алкоголем, так что была интересная такая вот опыт первого клипа, когда нужно было согреваться и выглядеть, так скажем, бодро и весело, а было безумно холодно, всё отваливалось, так что съёмки – это нелёгкое дело. А второй клип, у вас сколько, три же клипа, да, всего? Нет, клипов больше, или нет, клипов, наверное, музыкальных, три, четыре, слушай, я запутался, у нас были просто отдельные мелодии, которые мы просто, под которые танцевали, просто танцевали, и были клипы, и поэтому даже не могу сказать, мне кажется, что в сумме их штук пять-шесть, ну, наверное, из интересных моментов, которые были, ну, это не связано с клипами, а после того, как я стал сниматься в массовке, не знаю, как на меня вышли, я тогда был студентом, наверное, кто-то нашёл моё портфолио или какие-то фотки, мне, короче говоря, написали в интернете и предложили приехать, кажется, это было в Калининград, на порно-съёмку, ну, мне сказали, это как бы там, условно говоря, такая вот эротика, я буду один, никакого секса, но как бы там полное раздевание для какого-то там мужского, я не знаю, журнала, портала или ещё что-то, в общем, так что всё оплачивали, плюс там был какой-то, а ты знаешь, об этом не помню, да, наверное, слушай, ты права, я уже забыл, это было время, когда у меня ещё были, да, длинные волосы, так что вот у меня были вот такие вот предложения поучаствовать в каких-то там порно-порно-съемках, я, к сожалению, не согласился ли к счастью к этому, вот, но, иногда, конечно, можно так задуматься, зря это сделал или нет, может быть, инструктором стал бы совсем другой, так скажем, области, ты стал бы тоже международной звездой, да, но не в Кизомбе, да, но не в Кизомбе, ну вот, слушай, а ты с Кизомбой в скольких странах побывал? Ты же прямо вот так нормально покатался. Если говорить про мастер-классы конкретно, где я давал мастер-классы, это чуть больше 20 стран, и где-то чуть больше 50 городов, 56, кажется, городов, что-то, ну, уже не вспомнил, в общем, когда вначале считаешь там каждый, каждый новый город, начиная там с такой, в этот момент, когда там городов стало больше 20, я стал бы считать там 50, не помню, но и, собственно, страны тоже, я уже, я знаю, что их больше 20, надо посчитать, чуть больше 20, в общем, стран, и чуть больше 50, в общем, городов. Вот. Могу сказать, что поездки тоже были совершенно разные, и самое интересное, что чем дальше едешь, тем более, не то что уважительно, то есть тебя воспринимают как звезду, потому что часто, даже когда там где-то у себя ездишь, вроде тут, это могут быть там или соседние города, или соседние страны, иногда приезжаешь, и бывает такое, когда ты даже не знаешь, что делать, потому что приехал, тебя никто не встретил, я вот очень люблю, собственно, когда какие-то такие ситуации происходят, и, ну, потому что люди считают, ну, ты же на русском говоришь, там сможешь как-то договориться, сможешь как-то доехать, а у тебя, кажется, нет денег, ой, блин, а мы не подумали. Вот, ну, и, соответственно, в такие места я стараюсь больше не ездить. Есть, правда, пару мест, куда. Ну, да, то есть где нет уважения к преподавателям, которые тоже там достаточно неслабо впахивают, ну, было пару моментов, точнее, было пару мест, куда я повторно все же съездил, но я им называл ценник, там, раза в полтора, в два раза дороже, понимая, что я поеду, ну, то есть у меня ценник один обычный такой, я его просто менял, так как ценник, допустим, для России один, там, для Европы другой, и Азии, где платежеспособность другая, соответственно, я им ставил ценник, вот как на Европу и Азию, и, если люди соглашались, то я понимал, что я хотя бы поеду, заработаю деньги, потому что, так обычно для соседних стран ценник дешевле, понимая, что здесь и возможностей меньше, ну, и как бы хотелось все равно помогать, развивать эту сферу, Луки Зомбы, я знаю, сколько тратят и времени, и сил, и денег, и когда еще и организаторы в минусы уходят, то есть это все непросто, собственно, что я тебе рассказываю, мне кажется, скажи мне про это, да, как это бывает, ты можешь рассказать про это гораздо, гораздо больше, да, но не сегодня, слушай, а Азия, они же вообще совсем другие, вот прям совсем, да, в Азии самое, наверное, такое яркое воспоминание, это с первой поездки, это то, то, что мы приехали, я начинаю куда-то давать классы, первое, спрашиваю, чтобы вам было интересно давать, точнее, узнать, так как я какие-то классы подготовил, но понимаю, что надо вначале посмотреть вообще, как люди танцуют, что они хотят, и 80% там мальчиков и девочек говорят, девочки, мы хотим вот там попой вилять, как Сара Лопес, какие-то фишки делать, как Сара Лопес, мальчики там тоже про какие-то поддержки спрашивают, я думаю, о боже, ладно, давайте вы станцуете, смотрю, что они танцуют, это какой-то трэш, и понимаю, что у них как бы основная проблема в том, что, ну сейчас уже все меняется, основная проблема Азии, как у меня сложилось впечатление, ну можно сказать, мое впечатление, что там они очень сильные технари, и я вспомнил бытность хип-хопа, когда японские команды, китайские команды в брейк-дансе были там просто там такие мастодонты, и рвали всех, и это вот правда, азиаты, они технари, они могут делать кучу штук, круто технично, но проблема в том, что они очень сильно увлекаются вот этой показушностью, то есть они танцуют не в паре не друг для друга, а для того, чтобы на них смотрели, стараясь выпендриваться, и у них пропадает у танца душа, и вот то, чего я их учил, помню изначально, это то, что пытался объяснить, что ребята, ну как бы если цель танцевать перформанс, так нужно организовать бэткэмп и делать перформанс, как бы если вы хотите на танцевать кизомбы, то кизомбы это чуть-чуть про другое, это не про там миллион поддержек, и там девочки, которые виляют попой, это как минимум в первую очередь это то, что вы танцуете вместе, и вы должны уметь взаимодействовать вместе, а не то, что это вы делаете мальчики отдельно, девочки отдельно, я понимаю, что их там просто учили, девочек учили вилять попой и своим шагам мальчиков, учили своим шагам и поддержкам, ну и они вместе вот становились, и как-то каждый пытался что-то свое вставить, независимо от другого получается, что-то не получается, вот, так что было тоже интересно и весело с ними работать, но в целом, я езжу в Азию, начиная с 2015, наверное, года, 2014 года, могу сказать, что там есть значительные изменения, в значительной степени на это повлияло, как мне кажется, Central Bachata, она как-то очень сильно там распространилась, и в Central Bachata тоже как бы ты не будешь сильно, ну девочка не может сильно там делать чего-то сама, потому что если она начнет делать сама, она как бы совершенно будет отдельно там колыхаться, условно говоря, от мальчика, это будет видно, и девочки, как минимум, стали лучше слышать, мальчики медленнее меняются, но вот девочки, видно, что благодаря Central Bachata начали меньше-меньше делать что-то сами и больше слушать, и это уже пришло к каким-то таким более европейским вариантом танцевания кизомбы. Слушай, а там же говорят, что у них есть очень большое, не то чтобы табу, но проблемы именно с выражением эмоций, вот с Миронидис был эфир, он говорит, что в Корее на сальсо-фестивале они мало того, что ставят очень быстрые песни, они их разгоняют, они и чаще тоже разгоняют, то есть там чаще в среднем 80-90, они еще ускоряют, потому что они не могут заполнить эту медленную музыку с собой. Ты знаешь, я когда был там на сальсо-вечеринках в начале 2013 года, когда я приехал, а помню, зашло, я даже решусь, что на танцпол не пойду. Вот это было так же, как я был в Берлине у Франка на фестивале. Это просто какой-то технический трэш, но в Берлине, я понимаю, там, наверное, люди-то с душой ленцут, просто ты заходишь, ты видишь, миллион поворотов, резкое открытие, рука в бок улетела, куча поворотов, резкая, какой-нибудь там разворот, нога куда-то улетела, там, опа, тут шпагат. И ты смотришь, как кучу пар это все делают, как они там друг друга не убивают. Не представляю. Причем, когда начинаешь там танцевать, за счет того, что у них очень большая стоимость, как я понял, аренды помещения. Танцы, ясно, это не такой выгодный бизнес, чтобы кафе отдавали большие помещения под то, что люди приходили, просто танцевали и ничего не пили, не ели. А так как у них все же культура где-то про еду и на еде гораздо больше можно доработать, то места, где это все проходит, они относительно небольшие. И вот, допустим, в Китае я помню, что очень-очень неаккуратно народ танцует, то есть тебя 50 раз задевают, 50 раз там в тебя просто пытаются наклонить девочку и ты слышишь, как кого-то головой тебе прямо в спину так-так бум. Окей, раз, танцуешь дальше, опять так бум, о, другая голова прилетела. И мне жалко там девчонок, потому что ребята их там пытаются куда-то наклонить, куда-то там что-то сделать, ну и, соответственно, задевают всех вокруг. Причем в Китае есть еще такая фишка, вот в Пекине. в Пекине очень большая тусовка русскоговорящих девчонок, там очень много славянских девчонок живет, и вот порасспрашивал их, как им там танцуются, они говорят, ты знаешь, можно танцевать только с иностранцами, потому что с местными это просто трэш. И вот про это мы поговорили как раз в начале моего первого, наверное, приезда, точнее, единственного моего приезда в Пекин, какие-то в первые дни поговорили, и я понял, что они это имеют в виду. Там не то, что парни, а там как бы и девочки, в силу того, что места мало, кондиционирование не справляется, все мокрые, грязные, и, ну, ладно, как бы понять можно, это бывает, ну, как бы жарко, переоделся, опять жарко, вспотел, переоделся, опять жарко, переелся, все закончилось, все мокрые, и все уже не парятся. Но когда на следующий день, что девчонки приходят, что парни приходят, то есть парни приходят в пиджаках, у которых там прямо под такие желтые разводы под мышками или там майкой, и ты понимаешь, что это даже не стиранные какие-то там пиджаки, майки, девчонки приходят уже там, ты начинаешь с ней танцевать, понимаешь, что она там в голову была, наверное, там перед фестивалем, ну, и дальше, как бы у нее просто нету времени, потому что фестиваль идет. Ну, и в этом плане могу сказать, что в Китае, ну, в Азии, ну, в частности, в Китае, очень слабое отношение к гигиене, и вот к таким вещам, если говорить про как-то слово экспатов, да, те, кто приезжают с других стран, там уже, то есть, это земля и небо, потому как люди там за собой следят на танцполе, поэтому в Азии есть такой момент, что танцуют там неаккуратно, и, соответственно, меньше следят за гигиеной, но, опять же, с развитием фестов, с развитием конкуренции сейчас тоже потиху у всего меняется, то есть, то, что было там лет 5-6 назад, видно, что оно потиху, медленно, медленно, собственно, как Беларусь, медленно идет в Европу медленными шагами, так и Азия тоже куда-то развивается, вот, но у них обалденная там еда, вот, я Азию люблю, в первую очередь, за безумно вкусные фрукты, за невероятную еду, причем, обожаю китайскую еду, в плане того, что там мясо есть такое-сякое, можно приготовить так-сяк, с таким соусом-сяким, и там целый уже толмуд вариантов, как это все можно приготовить, морепродукты у них вкусные, попробовал, собственно, попробовал, попробовал из необычного, ну, вот могу сказать, что я узнал, что, оказывается, bubble tea, он был изобретен в Тайване, и он изначально был чисто стопиолкой, вот, собственно, в Тайване попробовал истинный, настоящий, там, bubble tea, пекинь попробовал откуп по-пекинский, а вообще, когда там ребята спрашивают, что я ем, я обычно говорю, что я ем все, что угодно, мне, наоборот, даже интересно в новые места приезжать, пробовать какие-то новые для себя вещи, поэтому у меня были там трики тоже разные моменты, в Тайване было такое, когда мне сказали, о, нет, нам все так говорят, что едят все, но у нас есть блюдо, которое ни один на станет не ест, я говорю, о, слушайте, интересно, давайте, в общем, в один из дней меня завели в место, где делают stinky, stinky rice, кажется, короче, вонючий рис, кажется, не, не stinky rice, как же она называлась, stinky tofu, stinky tofu, это какая-то национальная тайваньская кухня, то есть, когда tofu готовят определенным образом, что от него воняет грязными носками, непонятно чем, ну, короче, ужасно воняет, то есть, сюда зайти даже тяжело, не могу сказать, что меня там рвало, ну, как бы я попробовал, ну, и да, и да, ну, пахнет невкусно, ну, там, дорблю тоже, как бы, пахнет тоже специфически, вот, ну, то есть, как бы я там один, один его вариант попробовал, другой вариант, третий, там, ребята, что-то там, куда-то пофоткали, выложили куда-то, видимо, в общем, на следующий день я прихожу на мастер-классы, ко мне подошло, наверное, в сумме человек, ну, 15, который мне сказала, что не может быть, чтобы ты ел stinky tofu, мы увидели фотки, у нас ни один инструктор, ни один, там, иностранец, который к нам приезжает, никто не ест, там, максимум, кто-то заходит, чувствует запах, уходит, самый максимум, они чуть-чуть пробуют, говорят, все, спасибо, мы наелись, вот, так что был у меня такой опыт, еще был опыт, когда тоже ребята сказали, что ем ли я все, мы пошли в хот-под, ресторан, где в кастрюльке ты заказываешь себе какую-то еду и сам ее варишь, и вот ребята, когда знали, что это уже все ем ли, они говорят, ну, говорю, давайте заказывайте самое такое нестандартное, что вот я в Европе точно не попробую, и они заказали, одно, там, какие-то вещи, и одно из нестандартного было, это свиной, свиной мозг, и когда его принесли, и когда это реально, там, ты видишь мозг, это было, конечно, вот, я понял, что мне лучше не видеть, как это выглядит, неприятно, то есть они его сварили, дальше это было что-то похожее на tofu, вот, но я понял, что да, все попробовал, галочку поставил, спасибо, больше на него смотреть не хочется, вот, а вообще, наверное, самое главное правило в Азии, если, одно дело, когда ты с кем-то едешь, ребята обычно предупреждают и про это спрашивают, но я запомнил со своей первой поездки, ну, и вот потом, опа, у меня полетел телефон, сейчас, одну минутку, так, я возвращаюсь, у меня растеркуляция большая, просто вспоминаю, как это было первый раз в Таиланде, когда я приезжаю к друзьям, это была поездка не по танцам, но в 2012 году, прошу их отвезти в какое-нибудь у меня место, я голодный прилетел, где можно просто поесть, и они спрашивают, ну-ка, какую кухню хочешь, я говорю, давайте место, все, что вот такое есть, меня отвезли на какой-то фудкорт, я просто там тыкаю пальцем в какое-то мне понравившееся блюдо, мне его готовят, беру, пробую, и у меня просто с глаз сыпятся слезы, и вот это основная фишка, как я понял, вот Таиланда, в частности, если ты там хоть говоришь, но не забываешь сказать, но спайси, не важно, что ты, кроме этого, сказал, a little bit spicy, middle, даже ничего не сказал, все, я в следующие разы просто шел, заново заказывал, потому что я не мог, у меня организм просто, у меня до слез, все, куча слез, и что-то я не могу это есть, не знаю, как они там оживают. Слушай, ну мы так в Индии были, они же тоже там очень много специй, вот охотно верю. Ты смотришь, маленькие дети такие, хомячат это все, руками, я думаю, как, как вы это делаете? Кстати, самое интересное, что видишь, как это готовят, я видел, как это вживую готовят, то есть, когда берут, там жмень у красного, там перца кидают, толкут, там лайм туда, еще что-то, так, соль, толкут, толкут, берут, там пробуют, причем так, ну так, порядочно, что-то не хватает перца, еще перца, вот я даже на это смотреть не могу, у меня аж в горле становится, как будто вот перец ел, причем самое интересное, вот когда вижу, сколько они там берут, даже пробовал делать эксперимент, беру вот на кончики, кончики, там ложечки или вилки, какую-то штуку, и просто все невозможно, нужно сразу запивать, я понял, что я остро не ем, а там ребята, видно тайцы, они этого хорошо навалили, этого хорошо навалили, ну я понимаю, что они вырастают на этом, то есть, грубо говоря, когда дети с детства едят такую пищу, то у них желудки подготовленные, ну это да, не без этого, что ты интересного пробовала в Индии, может я еще что-то вспомню, там у меня было, честно, я не помню, ну там в основном, они же едят, у них вегетарианское все, а у меня на вторую неделю было такое, можно мясо, мясо, курицу, любую вообще, вот неважно, спайси, не спайси, любую, у них там есть, я помню, бельяль называется, офигенная, Рауль, привет, это тоже уже украинский, я тут начал смотреть, кто заходит, это пропускал кучу людей, могу сказать, что одно из моих любимых блюд, в азиатской кухне, это манго, стинки и райс, безумно вкусная штука, кто не пробовал, очень рекомендую, а еще, если у кого-то будет возможность, попробуйте, не, есть стики, а есть стинки, есть вонючие, а есть липкие, вот, манго, стики и райс, он липкий, а стинки, тофу, он там вонючий, тофу, обожаю, вот тоже моя любимая штука, это манго, маркуевый фреш, это вот просто, ями-ями, говорят, азиат, о, а еще есть, интересно, у меня азиаты научили делать сердечки, у азиатов есть три типа сердечек, у них есть большое сердечко, у них есть среднее сердечко, и есть вот такие вот маленькие, которые они, там видно, так, а это сердечко они так делают, боже мой, да, ну все равно интересно, что они такое показывают, вот, так что, есть вот такие вот сердечки, вот, можно показать три сердечки, маленькое, среднее, и большое, это про то, как тебя сильно любят, ну, или, если ясно, там, одно сердечко не видит, то, чтобы вы видели другое, надо показать более большое, тебе на семинарах какие делали, или после танцев, разные, 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 ну, в этом плане могу сказать, что азиаты мне нравятся с точки зрения организаций, возможно, их какая-то вот такая педантичность, она отражается не только в танце, в технике, она отражается в других вещах, у них очень хорошая организация мероприятий, я помню, когда летел на один из фестов в Шанхае, там заранее, вот если здесь есть организаторы, могу его рассказать, рассказывают на мастер-классах организации мероприятий, делились с инсайтами, ребята прислали большой такой список вопросов заранее, на которые нужно было ответить, нужно ли локальная симка, не нужно, там, если какие-то аллергии нету, что ешь, что не ешь, там, какие-то предпочтения потому-то, потому-то, скинули, ну, вот это все получили, прислали потом большущий документ, в котором было просто все расписано, кто, когда прилетает, вылетает, чтобы там преподы не перепутали, еще раз проверили, кто кого встречает, контакты людей, которые встречают, контакты основного человека, который ответственен за встречание всех преподавателей, потом контакты каждому преподавателю представили девочку-мальчика, которые их сопровождали там в городе, еще куда-то, потому что в Китае английский, то, что ты знаешь, ничего не дает, то есть там все на китайском, все на юролихах, не так много людей знает английский, то есть там потеряться очень легко, и тебе даже никто не поможет. Прислали, соответственно, контакты человека, который будет всегда сопровождать, если куда-то идешь, главного тоже человека, который отвечает вот за всех этих помощников, контакты, если не получается там с предыдущими, так скажем, уровнями людей, да, созвониться, то контакты основных организаторов, в крайнем случае. Прислали все локации, прислали расписание еды, расписание мастер-классов, прислали расписание перформансов, кто в какой порядке, в какой день выходит. И, грубо говоря, ты получаешь полную, такое вот свое расписание, зная, когда у тебя есть свободное время, когда у тебя есть несвободное время. Вот сейчас есть, допустим, если ты хочешь спать, можешь там вот, есть человек, который отвечает за вывоз инструкторов в город, можешь там поехать. Как раз у тебя жена спрашивает, можно было выбрать мальчика или девочка к тебе приставит? Нет, мы не выбирали, нам к нам приставляли просто ребят. Причем я помню, когда девочку, которую ко мне приставили, ей нужно было в университет что-то, она, а я хотел в город. Я думал, слушай, подожди, подожди, мне нужно поехать там что-то, отдать какую-то там, какую-то работу, я приеду вот буквально через полтора часа, и мы выйдем. А я уже до этого был в Шанхае, причем это моя была, наверное, третья поездка, уже вторая по танцам, и третья вообще, первая моя вообще была, я там провел три недели. Ну, то есть я как бы в Шанхае ориентируюсь очень хорошо, или четвертая тоже даже была поездка. И я ее все пытался там успокоить, что да я знаю, как пользоваться метро, да я еду к друзьям, у меня здесь есть друзья, с которыми я там познакомился сколько-то лет назад, и, собственно, они меня, собственно, и разнакомили с организаторами, с другими людьми, и я, собственно, тогда, когда первый раз приехал, узнал, что на то время еще совсем в Шанхае не было такие зомбы. Вот, и хотел с ними просто встретиться, и там мы, наверное, минут 15 вот так спорили, она очень боялась меня одного отпускать, но все было хорошо, мы договорились, что я буду ей отправлять смски, сообщать, где я, ну, и все прошло хорошо, соответственно, я съездил, встретил свои друзья, вернулся назад. Ну, и как бы сейчас уже для людей, которые ездили в Китай, зачастую люди знают, я один раз про это забыл, всегда готовился, готовился, открывал заранее VPN, там ничего не доступно, там не доступен Facebook, Google, контакт со скрипом иногда открывается, иногда не открывается, никакие WhatsApp, ничего не доступны, Инстаграмы, хотя, вот, кстати, не знаю, или Инстаграм может доступен, в общем, там все тяжело с этим, и один раз я забыл открыть, ну, уже кучу раз ездил, это какая-то там по счету поездка, забыл, что надо открыть VPN, это, конечно, был трэш, мне жена эту поездку припоминает каждый раз, когда я собираюсь куда-то ехать туда далеко, каждый раз сама проверяет, чтобы я открыл, да, чтобы все было, ну, потому что, грубо говоря, очень большой разница в часовых поясах, то есть удается нормально пообщаться, там, буквально два раза в день, причем общение идет через смс, потому что больше ничего не доступно, ну, и как бы, в общем, она волновалась, когда она мне там что-то пишет, а я нигде не доступен, контактов ничьих нету, ну, и как бы вот, и я куда-то там пропал, типа вравца. Ну, было дело, вот, так что, поэтому не зря она мне это припоминает, но после этого я стараюсь не забывать, ну, и она напоминает про открытие VPN, так что, если кто-то будет ехать в Китай, ребята, регистрируйтесь в WhatsApp, это их местная чат-соцсеть, слэш-соцсеть, то есть это получат-полусоцсеть, в которой все сидят, в которой все пользуются, общение с китайцами, соответственно, возможно, там, с кем-то связаться через WhatsApp, ой, WhatsApp, а через Вичат, соответственно, если у кого-то в Европе стоит Вичат, то это позволяет нормально взаимодействовать, вот, даже если нету VPN, лучше открывайте VPN. Все-таки прям тебе можно блок вести с этими лайфхаками для выезжающих в Азии. Ой, я сейчас, наверное, все не вспомню, но да, бывало кучу-кучу приколов. У меня есть, кстати, такой переходник на все типы розеток, его тоже очень хорошо с собой возить, потому что не только в Азии, но и в Европе можно приехать, выяснить, что там совершенно другой тип розеток, и у тебя все после поездки разъезжается, а как зарядить, непонятно. Так что рекомендую тоже с собой возить такой вот какой-нибудь легкий переходник на все типы розеток. А еще, я вспомнил, кто едет в Китай, еще была крутая тема, помню, если вы собираетесь там путешествовать, то есть, если вас там не встречают, и у вас не будет людей, с которыми вы там будете ездить, вы будете путешествовать сами, английский там плохо знает. То есть, если вы собираетесь куда-то ехать, хотите купить билет на поезд, там ничего не знают по-английски. Да, то просто вот прийти и сказать даже на английском направлении, куда вам надо, вас не поймут, вам могут продать билет в любое место. Вы уедете в общем непонятно куда, и хорошо, если вы выясните куда. Поэтому есть, в интернете можно найти такие шаблоны, где на бумаге просто, я помню, первую поездку много печатали, написано там, что мне нужно там на китайском и транслейт на английском, мне нужно билет там, ну и ты заполняешь откуда-куда, там, ну, заполняешь на английском, но грубо говоря, чтобы было точно понятно, чтобы вот, какое число, какое что, то есть там вот все основные вопросы, которые все могут задать, они прописаны. такими? Просто скажи, да или нет? Честно, уже не помню. Вот не могу вспомнить. Я могу сказать, что мне танцы выручали везде, тоже лайфхак для путешественников. Подожди, давайте я скажу, что у нас осталось 20 секунд до конца эфира. Поэтому мы можем либо на второй час пойти, либо, либо. Ну, я никуда не спешу. Ну, давай тогда еще один эфир, и ты дорасскажешь лайфхак. Окей? Хорошо. Тогда я отключаюсь, да? Да, я сейчас завершаю. И мы теперь. О, теперь тебя видно. Видно, да? Да. Слушай, я смотрю на это солнце, я не могу, я завидую. У нас тут серое, унылое, и вот. У нас недавно было то же самое. У нас буквально два дня назад, кажется, было, что-то плюс 8, так что было холодно, а ночью там что-то плюс 2, ну, может, не плюс 8, плюс 12, в общем, было холодно. Слушай, а вы нормально можете выходить из дома? Чем вы занимаетесь вообще на карантине с женой, кроме как работаете? Мы, мы закрыли одну из тасок, у нас была одна из тасок гулять пару недель перед сном, которую мы все никак не могли закрыть, потому что каждую неделю какие-то, ладно, если нет поездок, так все равно каждую неделю занятия, с них приходишь вставший голодный, лозно, ну, и, соответственно, такой уже куда-то идти гулять. В общем, мы тут успешно делали себе новые традиции гулять вечерами перед сном, пока не закрыли парки, гуляли в парке. Когда парк закрыли, то гуляем где-то вот тут в округе. В любом случае, Киев очень зеленый, и тут миллион мест, где можно погулять, и где тут куча зелени, поэтому... Да, тут вот пишут, что у кого-то снежок. Ой! Тина. Тина пишет, да, такой, давай, какой-то город. Мне кажется, что в Эстонии, наверное, или в Финляндии. Офигеть! Ну вот попытаюсь отправить вам солнышко, чтобы там согревались. В Киеве сейчас солнце. Так что у нас была вот такая вот традиция гулять перед сном. Кроме этого, у нас давно есть еще одна крутая традиция. Самая интересная, жена недавно писала про традиции, и забыла ее написать. Так вот, традиция читать друг другу книгу на ночь. Мы, когда ложимся спать, берем какую-то книжку и читаем друг другу вслух. Ну, то есть, кто больше хочет в Финляндии. Ну, буду отправлять в Финляндию солнцем. Так вот, возвращаясь, мы читаем какую-нибудь книжку. Вот так мы уже прошли. Для тех, кто живет вместе, могу порекомендовать начинать с... Ой, в Питере жена пишет снег, хотя даже не знаю... На Питере, от Финляндии не сильно далеко. А то... Да, жена там... Не хочешь в эфир? Ладно, говорит, что-то не там. Она же сдаст тебя полностью, понимаешь? Да. очень рекомендую книгу для начала, если вы так друг другу что-то читаете на ночь. Мы начинали с сказки старого Вильнюса Макс Фрай. Есть несколько томов. В Вильнюсе там сколько-то сто с чем-то, двести с чем-то, двести с чем-то, наверное, улиц. И каждая сказка связана с какой-то с улицей. Плюс этой книги в том, что там много коротких рассказов. Какие-то рассказы пересекаются с другом, какие-то не пересекаются. Но, тем не менее, очень удобно, что вот один рассказ на ночь про честь, это как раз не занимает много времени. Каждый раз там какая-то может быть новая сюжетная линия, новые герои, новая сказка, условно говоря, на ночь. Вот так мы начали читать, прочли несколько томов, но после этого уже перешли на другие книжки. Мы уже прочитали Гарри Поттера первую часть. Я не согласился больше. Ладно. Прочитали Гарри Поттера, прочитали «12 стульев». У меня среди любимых книжек появилась еще одна книжка. Прочитали «Золотого бычка» «Теленка». Точнее, что же мы... А, сейчас читаем «Шоколад». Очень красиво написана книга. Как раз она там написана так, что повествование идет по дням. Как раз один день на ночь прочитываем друг другу. Вот этим мы занимаемся. Я себе записал. Посмотреть хотя бы «Фрая». Потому что видишь поехать уже как бы нам надо интереснее. Макса вообще советую. Это, женщина, кто знает. Но, тем не менее, на нее есть хорошие вещи. Рекомендую. Ну, и вот как легкая такая чтимая с интересными мыслями сказки Старого Вильнюса. Кстати, там есть одна из сказок просто... Ну, ладно, начну по-другому. Есть одна из сказок про танцы. Называется просто в том и третьем и четвертом «Какого цвета ваши танцы?» там много интересных мыслей в ней. Просто там есть моменты, почему я, наверное, про нее не рассказываю, понимая, что там какие-то вещи можно двояко трактовать. То есть там есть размышления про смерть, про какие-то такие вот вещи. Поэтому ее, как вот, когда я рекомендую, просто заранее предупреждаю конкретно этот рассказ. А в тему танцев просто книга, которую я просто всем рекомендую прочесть. и это мое первое домашнее задание, когда ко мне приходят новые ученики, это прочесть книжку «Чайка» по имени Джон Танн Дивингсон Ричарда Баха. Читала? Да, давно, правда. Собственно, вот она коротенькая, она маленькая, в ней очень много крутых философских мыслей, в первую очередь про обучение и не только. Причем Бах буквально года четыре назад, может пять уже, в общем, где-то в 14-15-е года, написал продолжение. Книге 30 лет, в ней три части, она очень маленькая, все три части читаются за один вечер, он написал к ней продолжение, точнее, он нашел у себя через 30 лет продолжение, которое он решил не печатать, не напечатал продолжение, есть четвертая часть, она не совсем попадает в тему, почему я рекомендую эту книгу, но тоже стоит почитать, так что те, кто читал Ричарда Баха, но только три части, есть продолжение. А ты рекомендуешь, у тебя прозвучало, что ты прям, ну, как бы, к тебе приходят на обучение, и они должны. Это что за недочина? Я могу сказать, что вот три части этой книги из-за масс, да. У меня есть потом просто другое домашнее задание, которое я даю для развития ритмики и слуха, если можно так сказать, и вот те, кто прочитает эту книгу, может мне написать и получить второе домашнее задание. Те, кто не прочитается, его не получат. Такая легкая реклама. Хотя, конечно, я потом все равно всех жалею и всем его даю. Но есть какие-то, да, такие вещи, которые я рекомендую почитать. Но это заодно позволяет на одном языке говорить с учениками, и чтобы не объяснять долго, почему я рекомендую какие-то вещи повторять, почему, когда там что-то не работает, я рекомендую там сделать пару шагов назад, сделать, почистить вещи, которые мешают, собственно, пробить свой потолок. И все это описано в «Чайке». Собственно, как и сам Ричард учился у учителя, и когда он сам стал учителем, там хорошие мысли и про обучение. И могу сказать, что, собственно, я сам, когда какие-то новые вещи учу, я точно так же делаю. То есть, когда я выступаю в роли ученика, я понимаю, что мне бы, может, хотелось всего-всего и сразу, но лучше поставить хорошую базу, и тогда все остальное очень легко будет убираться. Гораздо сложнее исправлять плохо поставленную базу. Эта история была с настольным теннисом, в который, наверное, все играют где-нибудь в лагерях, не в лагерях, в IT-компаниях. И когда в один момент я захотел, ну, мне начало увлекать это, я захотел развиваться. И когда я начал заниматься с тренером, я понял, что я все делаю, просто вот все делаю неправильно. У меня рука не поставлена, удар гряда, ну, и нужно было просто тупо, долго стоять и отрабатывать одни и те же удары. Вот. Ну, и в итоге я забил на развитие себя в настольном теннисе, к сожалению. Тогда, потому что еще были и танцы. Танцы забрали на себя все. Но, грубо говоря, если бы я начинал сразу с преподавателя, я потратил гораздо меньше времени на развитие, чем вот потом исправлять плохо поставленную базу. Или никакую базу, условно говоря. Ну, что это так во всем? Это как бы не только теннис-танцы же. Да, да, да. Ну, и вообще залог, могу сказать, залог успеха в любом навыке это повторение. Кто-то провел исследование, не скажу кто, но знаменитая вот эта фраза, что надо 10 тысяч часов отпрактиковать что-то, чтобы что-то делать виртуозно. И на самом деле это так. Не буду говорить там 10 тысяч часов надо, или больше, или меньше, но чем больше повторяешь, как бы ты дело не делал, как бы налог не тренировал, чем больше повторяешь, тем лучше получается. К сожалению, в Кизомби почему-то люди хотят все из ряда. А, все, в Саиду мы сделали одно занятие, нам нужны уже сразу поддержки, а потом сразу еще что-то. А потом преподавать. Да, а потом преподавать. Ну, вот я стараюсь своих учеников учить, рассказывать, что, к сожалению, у меня когда-то у самого было такое рвение, и я понял, что так это все не работает. То есть, можно знать кучу всего, и это все будет коряво, и лучше, как бы, чуть-чуть и качественно, чем много и коряво. И снова хороший тост. Кстати, про тосты. Нам птичка нашептала, что у вас в Казахстане были какие-то интересные истории на свадьбе Кумашева не только. В Казахстане? Ну, свадьба Кумашева это вообще отдельный необыкновенный опыт. Могу сказать, я был в шоке. У меня, наверное, есть два опыта таких необычных свадебных. Один, это свадьба в Сербии. Второй, это, собственно, свадьба в Казахстане. В Сербии ситуация была, когда я просто путешествовал со знакомой как раз таки через каурсерфинг по Балканам. И мы должны были у одного паренька останавливаться в городке Ниш, очень красивый городок там. И так получилось, что из-за каких-то других накладок у нас чуть-чуть сбился график. Мы приехали в другие дни. Мы приехали, кажется, в пятницу, а должны были приехать в среду и ехать в пятницу. Вот. Мы приехали очень поздно, голодные. Он нас повел в ресторан есть и говорит, слушайте, у меня завтра, к сожалению, не смогу у вас погулять. У меня тут такое дело важное. У меня лучше другу женится. Вот. Поэтому, к сожалению, я не смогу вам составить компанию, но есть альтернативный вариант. Вы идете со мной на свадьбу, потому что все уже предупреждены и вас уже как бы и жених с невестой ждут и как бы отказ не принимается. Вот. Но вы решайте. Ну и ясно, что мы пошли на свадьбу, побывали на сербской свадьбе, где тоже куча людей, все танцуют, потанцевали национальные танцы. Это был необыкновенный опыт. Ну и вот могу сказать, когда к Максуту прилетели, свадьба казакса идет, оказывается, там не один день. Там много отдельных составляющих. Всем, возможно, вспомню, лучше Максута по этому поводу порасспрашивать. Но мы точно были на двух. Это была свадьба невесты. То есть, когда невесту провожают. Как же она называлась? Любимая. Ты помнишь, как она называлась? Как? А, любимая у нее свой кол. Ясно. Она не может говорить. Забыл. Красивое было какое-то слово. И основная свадьба, собственно, когда молодоженый женится. Было кучу людей. И было, конечно же, порядка 150 человек. Было в шоке, сколько там было людей. Вот. Это, причем каждый человек, ясно, что-то говорит жениху и невесте. Ну и, грубо говоря, чтобы просто всех прослушать, нужно очень-очень-очень много времени. Много-много-много времени. Ну и, на самом деле, я помню, тоже думал так, когда там до меня доходила очередь, что надо быть коротко, сказать все коротко, потому что все ждут и все хотят, но когда берешь микрофон, ясно, что-то меняется, что-то щелкает. Возможно, как кто-то смотрел ЕСЕ фильм, точнее, не фильм, а вот Вика написала «О Зату», назвать первую свадьбу. Не фильм, мультик, называется «Головоломка», про то, как наши эмоции не руководят. Так вот, там берет какой-нибудь азарт, управление в свои руки и начинается, соответственно, большая речь. Ну, свадьба была прямо такая неожиданно, ну, то есть, это очень неожиданный опыт, очень приятный, очень интересный, очень рад был побывать. А что там было такого? Макс на свадьбе и очень рад, что Макс нашел такую красивую жену себе и очень рад за Равшан. А что там было неожиданного на свадьбе? Слушай, даже не скажу, могу сказать, что это была самая, наверное, как даже потом Макс рассказывал, танцевальная свадьба, когда на ней достаточно, ну, там, человек, наверное, 20 было танцоров, и когда включается какой-нибудь латинская музыка, и одно дело, там, латинцы делают два притопа-трепельхлопа, чтобы хоть кто-то мог это повторить, с ними как-то станцевать, и тут они видят, что тут крутые танцоры, которые просто это все повторяют, и они начинают там самих выступающих разносить, они начинают тоже, соответственно, много делать крутых крутасов, за ними 20 человек, которые это все повторяют с большим азартом. Вот, выглядело это, конечно, помпезно. Ой, Мика, что ты пишешь? Это было на свадьбу, когда ведущий снимали гостей. Ну, кстати, честно могу сказать, что там реально, что певцы, что ведущие, там все ходили с телефонами и снимали вот танцоров, гостей, как мы там отрывались. Ну, вы там зажгли? Ну, могу сказать, что там... что хорошо зажгли. Да, 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 но я могу сказать, что там не только танцоров зажгли, и у Макса там тоже крутые родственники, которые тоже очень даже круто жгли. Я просто смотрела там стори. Скажи, растрогалась даже. Вот я смотрю. Ну, у меня не получалось приехать, потому что билет в Казахстан стоили что-то 300 с чем-то евро туда-назад. Да, 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 это вот была самая сложная часть. Не в этот раз. Ну, здорово, что ты была и во Львове, и, грубо говоря, что, может, по опытам присесться. Ну, да, потому что мы же с тобой все время встречались где-то, Москва, Сибирь, Европа, так что, как бы, везде, где мы были. Так да, самое интересное, мне кажется, мы точно так же встречались и когда в Минске жили, то есть, Я вот про то, что в Минске жила, да как бы, в Минске увидимся, вряд ли. В Сибирь, да, привет, я тоже там буду. Я помню, когда мы вместе ехали в Варшаву на фестиваль, тоже в поезде, точно так же, кажется, там в Бресте пережидали, выходили из поезда эти два часа, или не, или на автобусе мы ехали, или с Вильнюсом мы ехали, да назад, наверное, было. Ну, смог, что было. Что-то я не помню. Короче, я помню, как мы даже вместе ночевали чуть ли не в одной кровати. Не, подожди, это как бы не при жене будет сказано, но нет. Дальше не будем уточнять. Да, мы видели, что снимали какую-то квартиру на шесть человек в красных цветах. Ой. Такую. Я даже, да, уже не помню. Ну, просто как бы по фоткам они были прикольные, а мы когда зашли, такие, трохадром, хей. Так, при жене таких слов не надо назвать. У нас шестеро было в квартире, нормально. Она взрослая, ей можно. Это, это как бы не оправдывает, так скажем. Это может еще и больше влияет. Что вам еще интересно рассказать, кто нас слушает, что бы вы хотели узнать? Да, ребята, какие-то вопросы пишите. Да, с удовольствием поделюсь. А, я же хотел что-то про Азию, кажется, рассказать. Там мы переключали эфир, и мы перешли на другую тему. Но это прям можно целый отдельный пост накатать. Как выжить в Азии. Да, 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 какой-то хотел лайфхак. А, лайфхак, основной лайфхак, для путешественников, конечно же. Друзья, кто путешествует, ясно, тут все танцуют, могу рассказать, возможно, многие это и делают, такой очень крутой способ социализации в новом месте. Я когда начал танцевать, еще даже не преподавал, ну, и когда преподавал тоже. Я когда приезжаю в новое место, иду, нахожу какую-нибудь просто любую вечеринку, желательно кизом, но если ее нету, хотя бы сальц, обочар, там прихожу и просто там танцую. Зачастую люди все друг друга знают, кто откуда, и когда появляются новые лица, могут сказать, что со мной всегда сами знакомятся. Зачастую достаточно просто прийти на вечеринку и на следующий день есть с кем попить пиво, с кем попить кофе, погулять по городу, кто проведет экскурсию, что-то расскажет, покажет. Сразу появляется план на несколько дней туда ехать, что делать или что посещать и там с кем встречаться. И зачастую местные люди, они рекомендуют какие-то вещи, которые даже иногда в интернете не найдешь, какие-то заведения, которые там... Это, допустим, может быть какой-нибудь китайский ресторан, у которого нету никакой вывески, это обычный подъезд, ты заходишь в обычную квартиру, тебе открывают, ну и там уже в квартире это ресторан, потому что, грубо говоря, чтобы не платить налоги, он нигде не афишируется. Вот. Или какие-то вот такие вот вещи. Слушай, а там в интернете, кстати, партнеры, партнерши, как там в соотношении? И, например, если ты вот незнакомый приезжаешь, тебя приглашаешь, тебе часто отказывали или нет? Ну, с отказами это вообще отдельная тема. Могу сказать, все зависит от местности. В Скандинавии или где-то там была одна страна, кажется, мне, не помню, какая-то страна, но мне почему-то кажется, что это там, где Скандинавия, где люди не сильно открыты, где за вечеринку со мной никто не познакомился. То есть все улыбались, танцевали, но никто первый не начинал. Ну, и я уже под конец вечеринки уже там с кем-то познакомился, потому что обычно даже не надо там знакомиться, там все там люди, с которыми ты танцуешь, спрашивают, откуда ты, и просто иногда подходят, спрашивают. Вот. По поводу отказов, бывают отказы. Было такое, когда я, помню, приехал в Мюнхен, где, наверное, мне тоже там человек шесть подряд отказало. Наверное, это даже было тогда, когда я еще не танцевал, не преподавал, но тем не менее, то есть я удивился как-то наоборот обычно с новыми людьми там хорошо. А потом оказалось, что там были какие-то там фрики пришли, с которыми не сильно любят танцевать, и потом ко мне несколько девочек подошел, сказали, что прости, вот мы отказали там кому-то-то, и поэтому не могли танцевать. Там, видно, передо мной кто-то прошелся, так тоже подряд девочек поприглашал, и поэтому, чтобы не идти танцевать с кем-то другим, а они там мне отказали, и потом как бы часть девочек сами ко мне пришло, и получилось, и оказалось, что все хорошо. У меня была с отказами прикольная история в Хорватии, когда была ситуация несколько лет назад, я это уже когда был инструктором со стажем, ну и в Хорватию уже не первый год езжу, и в очередной приезд, первая вечеринка, смотрю, что появилась какая-то девочка в тусовке, с которой все танцуют, ну то есть я там около диджейки, перед сценой, вот этот пятачок, где танцуют все инструкторы, организаторы, диджеи, то есть все-все-все из тусовки, и смотрю, там есть девочка, с которой все здороваются, все танцуют, там Альвир, другие инструкторы, другие организаторы, и я думаю, о, прикольно, а я ее не знаю, надо с ней потанцевать, и дожидаюсь, пока она там освободилась, девочек, как обычно, больше, подхожу, приглашаю, и она так у меня посмотрела снизу вверх, подумала, ну идет, я думаю, ну вообще офигеть, ладно, ну, она хороша оказалась, было круто, ну и танцев пять потанцевали, но я решил, что не, не люблю я задиры таких вот с короной, потанцевали хорошо, но как бы все, спасибо, до свидания, ну она вроде тоже поблагодарила, думаю, вау, даже благодарит, на удивление, с таким-то началом, но после этого она меня, наверное, раза два сама пригласила, и вот на второй раз я решил, что ладно, индульгенция получена, все, буду приглашать, вот, у Вики есть, она есть, освободится, расскажет свою историю про ее тоже отказы, когда она отказала одному крутому танцору, тот обиделся, ну а сейчас это ее один из любимых партнеров, вот, так что крутые танцоры не любят, когда им отказывают, ну она расскажет сама, там интересная история, и мы хорошо общаемся с этим человеком, он реально классный человек, вот. А ты часто отказываешь? Ты знаешь, раньше, я помню, это вот основная тема споров была с Максутом, который там много отказывает, я старался не отказывать, но ясно, что с какого-то момента просто невозможно всех запомнить со всеми танцевать, и у нас-то девочек не настолько больше, насколько их больше в Азии, вот в Азии, когда танцуешь, там у меня есть даже видео, я показывал, где девчонки просто вот реально выстраиваются в очередь, в этой очереди может стоять человек 15, то есть они друг за другом вот так вот стоят, и это полноценная очередь, конечно, это плохо, что так происходит, но, допустим, у нас, когда я понимаю, что девочек гораздо меньше, и их приглашают тоже там ребята, соответственно, ты кого-то вроде пообещал, но поворачиваешься, вроде этого человека не видишь, кто-то еще приглашает, ты с ним танцуешь, потом кому-то тоже, опять же, отказал, и когда получается, что ты кому-то отказываешь, кого-то вспомнил, кому-то отказал, кого-то не вспомнил, и понимаешь, что в какой-то момент отказы они появились сами собой, не столько отказы, сколько начинаешь обещать кому-то другому, но и, наверное, с какого-то момента я себя словил на мысли, что я перестаю получать удовольствие от танца, вот это происходит редко, но когда это происходит, я ухожу с танцпола, потому что вот тогда я танцую чисто технику, и мне это не нравится, я не получаю от этого удовольствия, и я понимаю, что я когда танцую с партнершами, я всегда чувствую, когда партнерша танцует чисто технику, а когда она танцует со мной, вот, и на коннекшене, поэтому если партнерши со мной танцуют, я понимаю, что они тоже, скорее всего, чувствуют, танцую я на коннекшене, или технику. Поэтому, когда я уже выматываюсь и танцую не минационально, я стараюсь покинуть танцпол. У меня была ситуация в Азии с одной девушкой, которая мне потом написала. Я давал классы во Вьетнаме, вернулся, и мне одна девушка написала. Говорит, ты знаешь, а я тебя на свой фестиваль не приглашу. Я хотел тебя привезти, но не привезу. Прикольно, а чего так? Она говорит, а ты мне три раза отказал. Вот. Ну, потом разобщались и там, вроде я объяснил ей, почему я так делаю. Хотя я всегда стараюсь делать так, как мне говорят. Я зачастую спрашиваю у организаторов, как принято танцевать. То есть, как мне танцевать? Это один танец, это два танца, это три танца. То есть, так, чтобы никого не обидеть. Потому что где-то потанцевав три танца, ты должен жениться на этой девушке, а где-то потанцевав, я не знаю, два танца, ты очень сильно обидишь, чтобы потанцевал всего два танца. Вот. Соответственно, тогда во Вьетнаме я спрашивал, сколько танцев танцевали, мне сказали, ну, давай вот как в Европе. Сколько танцевали? Ну, минимум, три-четыре. Окей, все, мне сказали. Окей, я так-так и танцевал. Соответственно, девочка обиделась, потому что она организатор, она сказала, я своим инструкторам говорю, чтобы танцевали только по танцу. И ты мне три раза отказал, хотя с другими танцевал там по два-три-четыре танца. Вот. Так что тоже такие вот истории были. Окей, однако. Оказывается, как бывает. Так что танцуйте с друг с другом. Вы никогда не знаете, кто вам откажет. Точнее, никому вы отказываете. Вы знаете, организатор или преподаватель? Кстати, есть девочка, которой я никогда не отказываю. Она с регией. Когда, я помню, я только начинал танцевать кит-зомб, это был как-то там 2010-2011 год. Я вот там знал два притопа, три прихлопа, но танцевал бачат. И мы в Ашаве с ней потанцевали бачат сколько-то, и музыка поменялась, включилась кит-зомба. И я понимаю, что я там такой вот начинашка-начинашка, а она танцует кит-зомб. Ей самое бескучное, но я решил, что ладно. Вескну, спрошу. Говорю, можем потанцевать кит-зомбу? Ну, только я как бы совсем толком ничего не убею. Она задумывалась, говорит, ну, да ладно, чего тут такого? Ну, даже если это будет там на месте, чего страшного, давай показывай, давай потанцуем. И она со мной потанцевала, причем она не останавливала танец, мы даже сколько-то танцев потанцевали. И это было за сколько-то лет, прежде чем я стал преподавать. Ну, и, соответственно, когда я стал преподавать, когда я уже стал даже лучше танцевать, мы каждый раз, когда пересекаемся, я стараюсь ей никогда не отказывать, ни в коем случае, потому что когда-то она, когда я был там деревянной начинашкой, она ничего не умел, со мной мучилась. Она не мучилась, она сделала свой вклад в танцпол. Да, кстати, есть такое... Так что, когда отказывают, это демотивирует. Что? Мы были в Риге на каком-то фестивале по кизомбе, и там приехали ребята, по-моему, из Индии. А у них кизомб тогда прям толка-только-только появилось. То есть то, что они танцевали, это прям, ну, страшно. Скажем так, для выживания было. И был мальчик один, ну, знаешь, он такой, как бы, ну, знает, бейсик, он что-то странное такое танцует, и все девчонки такие, вот его не надо приглашать. Ну, типа, если он пригласит, не отказывается. Мы такие, типа, а что, что, как, зачем? Они такие, ну, потому что это наш класс в танцпол. Мы такие, а, все, окей, понятно. Вот, тогда мы усвоили, что, как бы, есть такое дело почетное. Да. Вот, слушай, а ты говоришь, что... Ну, могу сказать, что есть обычно два типа партнерш. Есть те, кто ждет, а есть те, кто совершенно не ждет. Ну, вот. У меня была ситуация тоже в Китае, в Шанхае, что ли, когда, ну, очень интересно, большой танцпол, очень-очень огромный зал. Это смешанная вечеринка, то есть там бочата, кизомба, сальса вместе. И я с кем-то танцую сальсу. Вот. И... Или кизомба это уже было, ну, неважно. В общем, на середину танцпола выходит девочка и начинает сама просто танцевать где-то недалеко от меня. Ну, вот и танцует, я даже не знаю, кто-то думает. Ну, наверное, кто-то не танцует. В общем, оказалось, что когда песня закончилась, она захотела со мной потанцевать. Вот. И вот такие способы приглашения есть. Когда вместо того, чтобы идти с края танцпола, можно выйти, рядом соль на танцевать. Да, вот такие вот штуки есть в Азии. Ну, я могу сказать, что если говорить про путешествия и про количество партнерш, могу партнершам порекомендовать арабские страны. Да, там низкие уровеньки зомбы, но если вы там суетесь сальсу или бачатом, там как бы этот уровень повыше, вот там партнеров больше, чем партнерш. И, допустим, в Амане я первый раз видел, где, ну, очень на многих фестах, где девочек больше, можно увидеть, когда девчонки с девчонками танцуют. То есть девчонки подходят и приглашают кого-то из девчонок. Вот. Я первый раз видел, когда реально было больше ребят, и ребята подходили, приглашали ребят. И там даже вот ребята с ребятами танцуют, причем очень круто танцуют, даже есть те, кто следует. Вот. Так что там за девушками прямо очередь-очередь. Там девчонок утанцовывают, так что если хотите танцеваться сальсой или бачатой, рекомендую съездить на фестивали в арабские страны. Так звучит, конечно, не очень, но, в принципе, ок. Там есть свои нюансы. Да, но могу сказать, что вот я был удивлен, что такое количество ребят просто, грубо говоря, сидит и ждут, пока какая-то девочка освободится, потому что там девочек не отпускают, так как ребят значительно больше. Ну, собственно, как у нас девчонок. Ну, как в Каиде были, да, там реально девчонок было меньше. Но у них, на нас еще такая забавная штука была, девочки сами не приглашали. Причем вот если девочка хочет потанцевать с преподом, она послала подружку, там, в общем, кого-то из серии, там, здравствуйте, а вот вы могли бы потанцевать с моей подругой? Он такой, да, конечно, мог бы. То есть у них прям вот даже лично девушка не может сама подойти, пригласить, кого она хочет. Слушай, да. Я помню, когда Алибир рассказывал в какой-то стране, он тоже арабская, когда давал классами, когда общались, что у него был раз в шок, когда он приходит на мастер-класс и видит, как туда заходят девочки в паранже, вот, и он говорит, я даже не знаю, как с ними танцевать. Но, оказывается, они дошли до раздевалки, разделились, вышли там в бикини, там, секси девчонки. Все, отлегло. Повезло. Повезло, парни. Что так все разрешено. Ну, да. Потому что мы видели, что они как бы и в паранже тоже и танцуют на вечеринках, и норм. Да, я не встречал. Так вот, съездь в Египет. Там все есть. В Египте я еще не был, надо до Египта добраться. Ну, и там, я знаю, есть фестиваль, мне много про него рассказывали, которые там такой, с каникулами, можно сказать, когда там часть дней феста, часть дней путешествия по стране. Так что было бы здорово до него добраться. А у тебя какие самые такие были нестандартные фестивали? В плане, нестандартные в каком плане? Ну, или нестандартные ситуации на фестах. А это я завтра расскажу. У меня будет отдельный эфир. О, слушай, да, надо бы тебя послушать. Просто Юлька там, Лапарева, написала такая, типа, а я хочу тебя в эфир. Ты что-то всех спрашиваешь и никому ничего не рассказываешь. Я так, ну, формат такой. Правильно, правильно, надо. Я так, ну ладно, вот мы договорились, что завтра. Я теперь понимаю вас всех. Кто нас слушает? Да, что вам еще рассказать? Потому что я рассказывать могу долго, но лучше рассказывать то, что интересно. Расскажи мне, ты там вот говорил, когда рассказывал про танцы в Азии, что были прямо такие танцы, в удовольствие. Вот для тебя танцы вот прям по кайфу такие вкусные, а не какие? Вот тут я могу сказать, что я очень не люблю танцевать с преподами, иногда с инструкторами. Ну, инструкторов это реже замечаешь, чаще у местных преподов не замечаешь, которые пытаются выпендриться. То есть им партнеры должны чтобы вытянуть танцпол и показать, как много всего они умеют. И это танец без коннекшена. И я вот особенно запомнил в Бачате, где-то это было, даже в Европе, кажется, какой-то танец, когда я танцевал с одной девушкой-инструктором. И мне кажется, на завес танец ни разу на меня не взглянуло. Я там его до танца, ладно, там все, спасибо, до свидания. Мне такое неинтересно. Я очень не люблю, когда танцуют просто технику. Иногда бывает, если говорить про топ инструкторов, они танцуют не эмоционально, просто технику. Да, это крутая партнерша будет, но тоже это не дает никакого эмоционального отклика. На мой взгляд, я про это рассказываю на классах, что мы запоминаем то, что вызывает у нас эмоции. Если мы посмотрели фильм, и он вызвал у нас эмоции, в конце все умерли, их жалко, то мы его запомнили. Если мы посмотрели какую-то брянь, и он вызвал у нас негативные эмоции, мы тоже его запомнили. Но если фильм не вызвал никакие эмоции, мы там через неделю и даже вспомним иногда сюжет, и название, и вообще, что мы там смотрели, что-то смотрели, фильм какой-то был ни о чем. Собственно, так же и в танцах. Поэтому для меня важнее танцы те, которые, может, будет меньше вариативность по технике. Боже, прощение. Но они будут душевные. То есть, когда я понимаю, что это про эмоции. И вот могу сказать, что я на каких-то там, допустим, фестивалях, когда много девочек там танцую, допустим, есть у подвара танца, у меня бывает такое, когда я беру девочку, я понимаю, что она еле ходит, она как бы ничего не знает. Это может ли вообще первый фестиваль? И я танцую. И я иногда вот самыми, самыми, самыми начинашками могу продолжить третий танец танцевать, потому что понимаю, что вот мне за два танца я почти взял connection, но не получилось. Мне хочется, чтобы человек ощутил вот эти вот эмоции, когда ты танцуешь в connection, когда ты не понимаешь, вот откуда берутся эти эмоции, но это вот что-то невообразимое. И я могу там даже продолжить танцевать, несмотря на то, что это там начинашка, потому что понимаешь, что вот я почти достучался до того, чтобы вот сконнетиться, но пока не получилось и мне не хватило двух танцев. Поэтому могу там продолжить танцевать, даже несмотря на то, что девочка ничего не знает. Поэтому для меня в первую очередь важны эмоции, а уже во вторую технику. Есть, конечно, нюансы, что если ехать в какое-то место, где кизомба не развита, где партнерши не знают как следовать, где их таскаешь, пихаешь, то, да, через какое-то время просто становится скучно, ну, потому что когда и технически еще тяжело сконнектиться, то эмоционально еще сложнее получить какой-то connection. Вот, поэтому я согласен с тем, что определенный уровень техники, он не должен быть прям там высокий, но он позволяет увеличить вариативность и какую-то возможность там быстрее и проще сконнектиться, но он не является таким прямо линейным в зависимости, что чем лучше я танцую, что тем лучше будет с этим человеком танцевать, по крайней мере, для меня. В общем, тебе важны эмоции, эмоции и connection. Да, 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 да. Есть танцы, которые я до сих пор помню, помню на фестивалях, которые были просто ужасные, где они приезжали, я тогда просто был танцором, приезжал, платил за мастер-класс, потому что ехал там, допустим, на Квандалиму, Квандалиму не приезжал, кто-то еще не приезжал там. Короче, куча людей не приезжали, и это все отменялось, и они не отвечали. Короче, все было печально, но там были танцы, которые вот прям до мурашек по коже, и я эти фестивали и эти танцы помню, а какие-то более крутые фестивали, ну, где были, ну, просто хорошие танцы, но не настолько возможно... Ой, Татьяна, привет. Спасибо большое. А где нету такого вот... Ну, было просто хорошо, но не было вот такого пика, пусть даже одного. Их не так и даже бывает, запоминаешь. А какие у тебя были мурашечные танцы? Расскажи. Мурашечные... Ну, танец, про который я рассказываю на всех интервью и везде, наверное, многие это слышали от меня. Вика, это со мной, так как много ездит и путешествует, слышала много раз, и может даже без меня моими же словами рассказывать этот танец, из-за которого я стал, собственно, танцевать кизомбу. Изначально я кизомбу... Точнее, ладно. Первый раз, когда я увидел кизомбу, это был 2008 год. Это была Элис Дебрита, Warsaw Salsa Festival в Варшаве, и это было что-то крутое. Я там был еще со своей девушкой, и она показывала, как мы там бедрами соприкасаемся, там вот движение бедрами, там connection, контактный танец. Это все понравилось. Ну, и Элис Дебрита хороша, она могла заразить. Вот. Там, собственно, был Крис, которому это тоже все понравилось, который был первым партнером Кристиной. Вот там это все увидели в 2008 году. Но когда приехали, у нас не было ни музыки, ни информации, это все забылось. И через какое-то время, когда кизомба стала распространяться, я ее снова увидел, я даже забыл, что я был когда-то на этой кизомбе, и это было кизомба, уже это слово забыл. Ну, и когда это танцует не Элис Дебрита, а просто люди, иногда какие-то на вечеринки, ты смотришь, особенно когда я пришел, ездил за бачатой, и кизомбу стали ставить на бачата, танцполах, бачата фестах. И бачата, она такая там сэншл, не сэншл, но она активная. Причем это все после сальса и хип-хопа, которые тоже такие активные и масштабные, что ли. Я смотрю, ну, ты помнишь, какая тогда была кизомба, когда люди просто стояли, обнимались, и я не понимал, а что они делают? И вот, если бы, наверное, не отношения... Андрей, кто она? Ты очень долго подходишь. Кто она? К сожалению, я не знаю ее имени. В общем, я начал танцевать кизомбу, чтобы не стоять у стеночки, просто я когда останавливаюсь, даже если я танцую в бачатой, но останавливаюсь, то у меня гасится энергетика, и потом мне тяжело занялся, растанцовать. Я люблю постоянно быть на танцполе. Поэтому, чтобы быть постоянно на танцполе, я решил, что ладно, разучу там этот недотанец непонятный. Ну, и изначально ходил с очень большим преднебрежением учил этот танец. Ходила мастер-классы. Так вот, собственно, в Вильнюсе, так было, кажется, 2011 год, была девочка, кажется, из Москвы, потому что она говорила на русском. И мы с ней потанцевали сколько-то табачат, наверное, штук пять. Было очень круто, она была крута. Было все здорово, и музыка меняется вдруг. И я думаю, ну, твою ж, извините. Не буду продолжать. Все испортили, весь коннекшн. Поменялась ки-зомбу. Говорю, нафиг эту ки-зомбу, тут такая была бачата классная. И Саиду Ираевич, соответственно, ее увезти в танцпол, поблагодарил, пытаюсь ее куда-то везти. Она стоит, так на меня смотрит, как бы в недоумении, типа, а ты куда? И вот я прям всегда это рассказываю, даже что в первой моей реакции я даже не знал, что делать, я как-то так опешил, потому что даже никогда привык, что партнерш обычно уводишь, и она как бы не сопротивляется. Но хорошо, она молча не прервала, она сказала, ну, как бы, ты же там слышишь ки-зомбу? Я говорю, ну, я ее толком не умею. Она говорит, ну, так что ты обманешься, я тебя видела на всех мастер-классах. Она и вправду была на всех мастер-классах ки-зомби. Я говорю, ну, грубо говоря, это вот все эти мастер-классы, это все то, что я знаю. Она говорит, все, окей, показывай. И вот с ней я понял, что когда уже есть коннекшн, там, конечно, больше она мне помогала, и это был как бы танец, где она в чем-то помогала мне прочувствовать ки-зомбу. Но с ней я понял, что это не только про то, что мы стоим на месте и просто переименаемся, а есть огромная внутренняя составляющая, и это было круто. И вот тогда это был прям такой мурашечный-мурашечный танец, который просто сделал какой-то инсайт. У меня в голове все поменялось. У меня поменялось на диаметрально противоположное отношение ки-зомби. То есть после этого я встал осознанно, вообще начал забивать, наверное, обучать, больше учить ки-зомбу. Стал осознанно как бы ее искать, ездить и ей уже заниматься. Вот так я попал в ки-зомбу. На самом деле, что Польша, что хип-хоп, что вот у меня в моем танцевальном пути, что вот в ки-зомбу было столько случайностей, что преподавание с Кристиной и такое ощущение, что вот эти все случайности, они не случайны. И только благодаря им я нахожусь там, где я сейчас нахожусь. Ты счастлив? В ки-зомбу? Ой, да. Да-да-да. Ну, немного не хватает. Я, конечно, мне залежает в ки-зомбе не только ки-зомба, но еще и путешествие. Я большой фанат путешествий. И я понимаю, что вот если я по ки-зомбе еще не так, может, соскучился, я бы, конечно, потенциал, но вот меня уже телепает, конечно, что давно никуда не выезжал и хочется куда-то поехать. Хорошо, что мы прямо вот с женой, у нас был такой романтик тур. Мы съездили в Вену ровно как раз таки вот перед самым карантином и в Швейцарию. В Вене мы побывали, там, оказывается, есть зоопарк с пандами. Мы видели вживую панд. Интересно. Вживую они, и вправду, они еще круче милашней, чем на видео. Никогда не ожидал, что прям вот так будет прикольно просто тупо на нее смотреть, как она там лениво что-то разжует, делает. В общем, это тоже удивительный экспириенс. Так что рекомендую всем, кто будет ехать в Европу, если будете в Вене, сходите в зоопарк, посмотрите на панды. Это очень прикольно. Конечно, там было две панды, и одна большую часть времени спала, поэтому тут можно так тоже попасть. Но они прикольные. Круто. Круто. Так, ну, ждем, ждем, когда откроют границу. Да, я боюсь, что их откроют не скоро. И, как мне кажется, основная проблема будет даже не в плане того, что их откроют, а то, что даже когда карантин снимут, их вначале просто не откроют, а когда откроют, когда появятся какие-то да, перелеты, то, грубо говоря, все те, кому это там жизненно нужно, не нужно, там родственники, не родственники, пожилые люди, которым нужна какая-то помощь, бизнесменные, у которых там бизнес, им надо просто уже давно быть. Ну, слушай, машины, нормально, Андрей. Кому надо, тот увидит. Ты знаешь, я старый, стал ленивый, я как-то не, вот автобусы, я плохо приношу. То есть, я давно для себя понял, что лучше переплатить и полететь на самолете. Это я больше говорил про то, что просто в ближайшие там месяцы, когда только это все появится, все раскупят моментально. А для меня, я когда еду на автобусе, я почему-то не отдыхаю, и я приезжаю разбитый, и я понимаю, что мне еще потом нужно кучу времени отходить. Поэтому мне проще переплатить, прилететь на самолете. Слушай, Андрей, ты же пытался зарегистрироваться в польское посольство раньше, когда вот сидишь и просто обновить, 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 чтобы поймать дату. Нет, я помню, когда я там стоял в очереди, я еще из тех времен, когда это все было не онлайн, а ты там запишешься в какие-то списки, там есть какие-то переклички, тебе нужно на них приходить, потому что если тебя не будет, то тебя вычеркнут. И ты реально там три дня стоишь вот так вот в очереди. Но вообще, когда есть мотивация, была бы мотивация, можно добиться чего угодно. Я помню, через хорфсерфинг познакомился с девушкой, которая объездила, я не знаю, больше сотни стран. Она работает волонтером на разных социальных проектах. И где-то она там работает с трудными подростками, где-то с пожилыми людьми, где-то там еще с кем-то сиротами, где-то там что-то, что-то где-то это возможно про экологию, защиту окружающей среды. Но сам факт, что она говорит, я люблю путешествовать, я как бы для себя открыла, поняла, что для этого не надо иметь кучу денег, есть кучу возможностей. И вот она объехала места, которые она рассказывала, где она была. Это, конечно, удивительно. И человек, она говорит, что да, я не зарабатываю, то есть мне дают какие-то, мне покрывают там приезд проживания и питания и дают там какую-то совсем-совсем маленькую денюжку, ну что можно было там, хоть когда-то себе, конечно, позволили какую-то одежду купить. Вот. Но зато она вот, грубо говоря, когда говорят, что ой, блин, это же так тяжело, дорого, все. Возможностей миллион. Было бы желание. Куда вы поедете, когда границы откроют? Вот даже не знаю. Ты так сказала. Это когда тебе предлагают вот всего, и сразу всего хочется и много. Ну, у нас есть две такие обязательные страны, в которых надо побывать. Точнее, не страны, а одно место и одну страну, в которую мы очень хотим. Страна Лондон, потому что между Гарри Поттера, страна Англия, да, ну, соответственно, в Лондон обязательно. Потому что Гарри Поттер, Лондон, Англия, надо там побывать. А второе, это то, что у нас есть план увидеть Северное Сияние, и поэтому надо куда-то полететь. Видимо, Норвегия, куда-нибудь там, вот на острова, которые ближе к полюсу, чтобы увидеть Северное Сияние. Это будет, конечно, не прямо сразу, но сразу хотя бы куда-то тут выехать. Вот. Сейчас даже думаешь о том, что я столько был раз в Вильнюсе, даже не знаю, сколько раз, наверное, ну, если не сотню, то полсотни так точно, даже больше. И он такой привычный, ну, какой-то знакомый, ты уже даже не рассматриваешь, ну, я, по крайней мере, не рассматриваю как поездку куда-то за границу. Ты понимаешь, что я так хочу хотя бы туда сейчас съездить, зайти в любимое там заведение, взять какой-нибудь там суп в хлебе с вкусным пивом или там взять у них чили-каемость, их чили-чай вкусный этот. В общем, там есть любимое заведение, про которое, вот думаю, у меня аж слюнки текут. и это про то, что с какого-то момента я для себя открыл наслаждение в поездках не только своими эмоциями, то есть, когда уже где-то был и уже все знаешь и уже, ну да, хорошо посещать любые места, но это уже не так только, как там первые поездки. Я начал наслаждаться эмоциями жены, то есть у нас, мы когда начали встречаться, я выяснил, что оказывается Вика не была за границей и она нигде не была и для меня это было шоком. Как ты такой, ну же хорошо, да? Да, да, да. Ну, собственно, у него сейчас есть карта, она, мне кажется, уже была там тоже там больше 20 странах. Побывали вот по крайней мере на двух континентах, ну где побывали, ну и когда приезжаешь куда-то, где уже был, как раз уже знаешь куда идти, чтобы показать, чтобы это вызывало множество эмоций, я понял, что я наслаждаюсь эмоциями жены, которые, соответственно, это вызывает множество эмоций и это классно. Люблю путешествовать. Скучаю по нему. Так, да, сейчас две большие беды, точнее, два больших желания, попутешествовать и потанцевать. Да, да, да. Хотя могу сказать, что и в Украине есть тоже красивые места. Мне в прошлом году жена подарила поездку в Каменец-Подольске. Оказался он очень красивый город, было очень здорово, и я понимаю, что даже, оказывается, в Украине можно много куда придумывать, куда поехать. Карпаты, например, когда, то есть я понимаю, что вначале это будет более реально, чем куда-либо там за границу, которую откроют гораздо, гораздо более позднее. мы все, когда во Львов катаемся, есть план заехать еще в Мукачево, там городок, относительно недалеко, у них там термальные источники, офигенная вот эта кухня. Да, я, кстати, столько про это слышал, а, кстати, сам до сих пор не был. Самое удивительное, что в Беларуси две самые знаменитые достопримечательности, это Беловежская площадь, и Брестская пепость, вот по которой просто там, если говорить о Беларуси, то вот там все это первое, что называют. Я так там и не побывал, потому что всегда думал, что, блин, ну вот оно же рядом, как-нибудь доеду, вот когда-нибудь доеду, когда-нибудь доеду. Ну и в итоге, к сожалению, так и не побывал там. Вот поэтому надо посещать и рядом тоже места, которые есть, я уверен, в каждой стране, замечательные, интересные. И это будет вначале более реально, чем выехать куда-то там в другую страну. У нас Украина большая, вы можете вот прям весь год, по-моему, кататься по ней, пока все исследуется. Ой, в этом плане, конечно, россиянам вообще хорошо. У них там и горы есть, и есть моря, и замечательно. В этом плане, я, кстати, вспомнил поездку на свадьбу к Максуту в Алма-Ате. Есть крутая штука, но тебе кажется, самые близкие в Евразии или в мире вообще. Горнолыжный курорт находится по отношению к городу. То есть там садишься на такси, через 20 минут ты уже там под ножей горы, через там еще 10 минут ты уже на горе. это очень круто. Вот я, конечно, в этом плане тоже очень запомнил поездку, что здорово жить, когда у тебя так вот это все под боком, тебе не надо там это планировать задолго, делать визы. К сожалению, у меня-то не украинский паспорт, у меня нету, так скажем, без виза. Мне нужно делать кучу виз, и это отдельная гемор, так скажем. Белорусский паспорт, к сожалению, не дает большой возможности много куда ездить. Вот. Но, тем не менее, опять же, было бы желание. Столько стран открылось. Да, Венесуэла, я помню. Да, да, да. Я когда-то можно в Китае поехать на какое-то количество дней без визы. В ОМАН можно, ну, точнее, на электронное сделать. Куда еще появилась возможность? Ну, наверное, это вот по крайней мере две страны, куда прям изначально в Китае это вообще отдельно нужно делать визы. Самое сложное, конечно, делать в Тайване, которая является непризнанной страной, которая юридически является территорией Китая, но в которую, чтобы въехать, нужно получить визу, а визу, так как это непризнанная страна, у нее нету посольств. Но в Москве есть какое-то там, забыл, как это учреждение называется, но это не консульство, представительство, условно говоря, в котором все делают визу. Причем, я помню, что когда они мне делали, когда я первый раз летел в Китай, мне вообще предупредили, что если есть тайваньская виза, точнее, в Китай, в Тайвань, когда я первый раз летел, то в Китай могут не пустить, а точнее, повторно не поставить визу. И я, когда отдавал паспорт на тайваньскую визу, они мне поставили ровно напротив китайская виза, вот там весь паспорт у меня был, это я только недавно поменял, была китайская за шенгенская, ну как бы, причем китайская где-то в середине паспорта посадила. Они ровно напротив нее влупили тайваньскую визу, вот, смотрите. Причем в Тайвань, кстати, за счет того, что юридическая территория Китая можно прилететь, как я понял, только из Китая, либо там в соседние какие-то государства, то есть большинство стран туда напрямую летает, но я понимаю, чтобы не портить отношения с Китаем. Поэтому, чтобы туда добраться, нужно на начале лететь, допустим, в Китай, а оттуда уже в Тайвань. Кажется, поднимать туризм как может. Да, да, да. Ой, у меня последняя поездка в Тайвань была, я даже не знаю, самое интересное, что вроде всегда со мной согласовывают перелеты. Всегда я их сам выбираю и иногда лучше, чем даже те, которые мне предлагают организаторы. Я как-то выбрал сейчас перелет последний, который был осенью в Тайвань, так, что туда у меня была пересадка, ну, точнее, я летел во Франкфурт, ночевал, и оттуда была одна с одной пересадкой в Тайвань. И назад мне казалось, что то же самое будет, то есть будет две пересадки, ну, как бы, ничего страшного. А оказалось, что там еще одна какая-то пересадка, у меня их в итоге было три. Этот перелет я как-то выбрал, чтобы успеть на свои занятия, чтобы их не пропустить. То есть там были варианты гораздо более удобные, но так, чтобы улетать именно в понедельник и прилететь во вторник до своих занятий, это был единственный такой возможный вариант. И я как-то просмотрел, что там оказалось на один перелет, ой, на одну стыковку больше, было три стыковки, у меня дорога заняла, наверное, сутки. Это был просто трэш, причем я приехал без своими занятиями, мне надо было еще потом вести занятия, это было очень тяжело. Вот, но зато я смог не отменять занятия, чтобы, по крайней мере, мои ученики минимально пропускали их. Это прямо игры. Но я понял, что все, надо еще раз проверять, потому что что-то я забыл, что в одну сторону может быть одно количество со стыковок, а в другую, другую, печь со стыковок. Это было очень тяжело, другое место. Вот-вот-фу, нет. Я много знаю историй и много знаю там знакомых, которые пропускали, но вот самолет я никогда не пропускал. Было, когда опаздывал на поезд, вот одна из историй в Москве произошла, когда у нас нашествие, наверное, мы ехали, и мы были у наших родственников и там моя крестница. И в конце мы там фоткались и прочее, прочее. Короче, это все затянулись, и мы опоздали на поезд, потому что Москва как бы оказалось, что такси нереально ехать там в пробки, потому что этот вечер там в 8 часов все стоит. На метро оказалось как бы долговато не столько, сколько я думал. И мы опоздали на поезд, но это было здорово, потому что это была первая поездка в Россию в веки, и она была пасмурная, там снег, дождь, что-то такое непонятное, и на день, который мы остались, было солнце. И была крутина погода, и мы погуляли по Москве, по Красной площади, по собору, забыл, Ивана Блаженного, или как? Забыл. Вы все увидели, что нужно. В общем, это стоило того, и это был совершенно другим, то есть Москва показалась совершенно с другой стороны, и это было здорово, и даже мне понравилось, когда это было много раз. Ну круто. Так что, вообще, Андрей, уже нужно позитивно позитивной ноти с тобой заканчивать, потому что, походу, сейчас второй эфир тоже будет того. Да. всем спасибо, надеюсь, что поотвечал на ваши вопросы, если у вас будут какие-то вопросы не стеснялись писать, с удовольствием на них отвечу. И вот это вот. Лене тоже большое спасибо за приглашение и за такую вот инициативу. Это много-много-много маленьких сердечек. Прикольно. Всем хорошего вечера и самое главное забыл, думал, что надо с этого начать эфир. Всех с международным днём танца. Так что, всех поздравляю, желаю всем только лучших, самых мурашечных танцев, замечательных партнёров и партнёш, и чтобы у вас от танцев горели глаза и светилась душа. И хочется прям что-то такое, чтобы прям хороший тост снова. Тамада. Видишь, ты вон сердечки плетели, народ одобряет. Всё, ребят, спасибо всем, кто смотрел. Эфиры будут ещё сутки здесь, потом когда-нибудь они появятся на Ютубе. Так что... Всем хорошего вечера. Да. И с тобой, я надеюсь, мы увидимся раз, чем через два года, как у нас обычно происходит. Я тоже. Приезжай в гости. Обязательно. Как только, так сразу. Всем пока-пока. Давай. Счастливо. 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 Счастливо.